Я рада приветствовать вас на девятом мастер-классе нашей программы «Тефорические карты в работе психолога». Сегодня я ловлю себя на том, что я улыбаюсь. Я улыбаюсь весь день. Я улыбаюсь в предвкушении того, что будет сейчас. Я даже не знаю, стоит ли считать все, что здесь у нас все эти гады Татьяны. Не будем. Смотря что вы хотите. Я жду этого вечера. Я знаю, что я получу колоссальное удовольствие и профессиональное, и человеческое. Человеческое удовольствие. В общем, мне будет хорошо. И я желаю вам получше удовольствие. Татьяна. Спасибо. Спасибо вам огромное. Такое начало. Выходит на сцену человек, который пришел доставлять удовольствие, судя по всему. Профессионально. Спасибо вам. Это смех и радость мы приносим людям. Здравствуйте, добрый вечер. Такой у нас большой зал. Я всех вас охвачу вниманием. Я Татьяна Мужицкая. Соответственно, Ирина отказалась моей регалии зачитывать. Кому-нибудь они нужны? Скажите мне. Если нужны, кто я? Вкратце, совсем в двух словах, если сказать, то первое, я психолог, и поэтому я имею право вести мастер-класс под названием «Что-то там в работе психолога». Потому что я психолог, я закончила МГУ, и психолога в работе уже больше 20 лет. Второе, значит, я тренер. И тренер я еще дольше, чем психолог, и это для меня такое прямо уже, ну, и миссия, и работа, и жизнь. Это не то, что там я в свободное время веду тренинги, а так вообще работаю на основной работе. Это и есть мой способ жить и кормить семью, в том числе и развиваться, и получать удовольствие, и доставлять удовольствие, как вот было сказано. Поэтому, если вы на что-то другое рассчитывали, ну, извините, у нас тут будет тренинг в каком смысле. Значит, третье, наверное, что важно сказать, что я человек, который всю жизнь очень любит играть. И во всех широких смыслах этого слова, и играть на музыкальных инструментах, и играть с кем-то, играть во что-то, играть с пространством, видеть вообще игру везде, в любых контекстах. Вот как азартные игры, видите, у нас же карты, 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 это уже слово такое, заряженное. Вот, и азартные игры, и игры как какие-то там методические, развивающие, соответственно, в каком-то смысле я отношу себя и к игротехникам тоже, поэтому я здесь вот еще и по этой причине. Видите, уже три причины у нас есть сегодня провести вечер хорошо. Меня очень взволновало, когда меня Ирина пригласила в институт психоанализа вообще. Про метафорические карты. Девятая встреча. Говорю, боже, люди же все знают про метафорические карты, что я могу им рассказать. Но потом она сказала, там будут не только наши студенты, поэтому можно я просто чисто в статистических, социологических целях вас попрошу, покажите, пожалуйста, кто знает про метафорические карты хоть что-то вообще. Ага. А кто в первый раз вот эти картонки рассматривает, а какие тоже есть. Хорошо, спасибо. Тогда, значит, я постараюсь сделать так, чтобы и вам, и вам было интересно и понятно. И у нас будет возможность, я расскажу там и покажу и наш метод, и про то, как вообще это направление устроено с моей точки зрения, потому что в программе еще было написано глазами НЛП, я, поскольку тренер НЛП, тоже больше 20 лет уже, и НЛП это не то, что пытаются донести до нас с экранов на тему там вот этого всего. И когда у меня там пытаются брать интервью, расскажите, как страшно НЛП манипулировать людьми, я спрашиваю, вы куда хотите сейчас пойти, на или в? Они так затыкаются, говорят, вот это была НЛП манипуляция, видите, выбор без выбора. Я не отвечаю, я не даю такие интервью, простите меня, пожалуйста, именно потому, что я владею этими цими. Ну, в общем, короче, нет, НЛП это, конечно, не оно, НЛП это структурированное инженерное мышление, такой инженерный подход, конструкторский подход к любым, соответственно, процессам, связанным с человеком. То есть с мышлением, с коммуникацией, с планированием, с эмоциями, все это можно описать таким более-менее технологическим, инженерным языком, когда создавали искусственный интеллект, очень важно было как-то это все описать. Ну, вот это побочный продукт космической индустрии, скажем так. Ну, в общем-то, да. То, что мы знаем, вот эти умные пылесосы, я каждый раз думаю, как он знает, что пора поворачивать вот это. Вот он раз так доезжает, думаю, сейчас как врежется. Нет, он так раз куда-то. Ну, НЛП это его родственник. Печально, но факт. Ну, поэтому, наверное, что мне хотелось бы сделать сегодня для вас, соответственно, я вас приглашаю со мной вместе поиграть. Поскольку это мастер-класс, это не тренинг. На тренингах я, в общем, тренер довольно жесткий в плане соблюдения правил и использования времени и всего остального. Мастер-класс здесь, я считаю, штука такая чисто добровольная. Вот. Тем более, время получать удовольствие, видимо, уже пришло, судя по звонкам от Вселенной. Поэтому я буду вас приглашать к участию в игре или в играх, в упражнениях, которые здесь будут. Я вас буду приглашать к участию. Если вы хотите, вам откликается, пожалуйста, участвуйте. Если почему-то вы хотите там посидеть и посмотреть, бога ради, это тоже можно делать. И я просто единственное, что мне всегда кажется, что игрокам веселее, чем комментаторам. Но, с другой стороны, там комментаторов знают больше людей. Поэтому вы можете любую позицию занимать, как вам больше нравится. Если вы хотите действительно использовать инструмент, который я вам сейчас тоже представлю, в работе своей профессиональной, и у вас будут какие-то вопросы, вы их, пожалуйста, задайте. То есть у нас будет часть игровая, часть теоретическая, и какая-то часть уже связана с вопросами-ответами, если они у вас появятся. Мало того, знаете, я буду очень счастлива. Если у вас, как у профессионалов, появится после этой встречи больше вопросов, чем ответов, я буду очень довольна. Потому что мне кажется, что вот это поле когнитивной новизны, слово когнитивное сразу говорит, опа, коллеги. Да, вот это когнитивное поле новизны, оно необходимо, потому что иначе человек как-то закисает в своей среде. А сейчас весна, обновление, надо смотреть шире, чем привык. Ну, в общем, вот. Хорошо? Договорились? Отлично. Тогда, собственно говоря, и пойдём к метафорическим картам как таковым и к знакам Вселенной в частности. Вот, смотрите, я на входе раздавала такие вот карточки, вот эти жёлтые, вот такого типа, да, они у каждого есть. Если у кого-то их нет, то вы там поднимите руку, вам сейчас их раздадут. Макс сейчас, у нас тут есть Макс, такой человек наш, гений, большая команда, его зовут Макс Улыбакс, потому что у него улыбка совершенно сияющая абсолютно. Он сейчас придёт, вы держите руку, когда он вам предложит карту, значит, вы её потом опустите. С картами всё просто, инструкцию я давала всегда одну и ту же на входе. Говорю, возьмите любую карту, если она вам нравится, оставьте её себе, если она вам не нравится, поменяйте и делайте так до тех пор, пока она вам не понравится, а если понравилось, оставьте её себе. Ну, вот очень простая инструкция. Больше ничего. Меня спрашивают, а надо ли там запрос? Ничего не говорила я вообще, намеренно, уходила из-под коряги. И те, у кого уже карта есть, опять же, по нашим правилам игры, означает, что она вам нравится. А как вы поняли, что она вам нравится, то есть, чем она вам понравится, почему? Это же тоже очень интересно, это же просто кусок картона. Что такого случилось, в какой момент эта смена парадигмы произошла, что это стало каким-то осмысленным для вас объектом? Ну, вам же в метро раздают кучу всяких вот этих бумажек. Вы же их обычно вот, ну, как нормальный любой человек делает. Спасибо. И вот такое вот, можно тут же ставить сразу урну. Почему вот этот кусочек остался у вас, и в какой момент вы его сделали своим? Вот это такой вопрос на обсуждение открытое, ну, то есть, если вам есть что сказать, скажите. Да. Произошел эмоциональный опыт. Это как? Это значит, отозвалось то, что написано, и на эмоциональной картой. Отозвалось именно в нашем постоянном интере. И теперь уже это не просто карта, а? Я, она здесь ко мне. То есть, это такой ключик, который открывает дверь к этой вот эмоции. Спасибо большое. Так, еще какие версии? Есть еще? Да. У меня просто разумная карта. Хороший постулат, плохо, хорошо, разумное. Суждений. Ну, так суждений может быть много. А как вы поняли, что надо его себе оставить, что оно вам нравится? Я в свое время его тоже использовала, а из прошлого. А, то есть, оно соответствует тоже вашему какому-то... Да. Интересно. Да. Фраза по смыслу. Фраза по смыслу. Что? Фраза по смыслу. А, то есть, есть какой-то внутренний вопрос, да, гуляющий там внутри. И вот эта фраза, она по смыслу оказалась актуальна, отозвалась. Спасибо. Еще парочку мне хочется, чтобы разнообразный у нас был опыт. Ну, получилось, что она как-то про меня и про то, что я сейчас думаю. И каждый день мои парочки, с утра направлено начинаются. Это то, что я сейчас... Прямо про тебя, Саня, что про тебя? Так. Так. Да. У меня правда череда счастливых воспалений. Мне кажется, никто не отдал бы этот факт. Я не знаю. Почему вы не отдали, расскажите мне. Потому что хочется поближе быть через вечер, где-то не спать. Хочется к ней быть поближе. Так, ну, есть еще, да. Я на самом деле ничего не успела прочитать. Да. Я просто увидела, что... Картинку. Картинку. И чисто визуально восприятие, что нарисовывает и какие цвета. Я поняла, что она моя. Когда я стала читать, я поняла, что действительно она моя. Быстрее, победа, это все принято. Отлично. То есть иногда даже не смысл, да, откликнулось, какое-то сочетание цветов, как что-то такое, образ какой-то. Да. А у меня попала сказка, она, конечно, Аня Дура, Дмитрий Тарасов. Да. Я не Аня, я не Дура, да, отлично. А потом я представляла, знаете, жизнь прекрасна, и в общем-то я страна. Ну, слава богу, что я не Аня, да. А жизнь-то прекрасна. И потом, то есть я увидела куры, и то, что я делаю... Стало понятно, о какой Ане речь шла вообще, да. Спасибо. Да, кто-то еще хотел очень, да. У меня, скажите, это просто напоминалка о моем летом в этой жизни, когда я старалась петь больше, чем... Мои ресурсы не позволяли, и сейчас я опять не буду встречать в этой группе, потому что хочется... Так, ну, и вы ее оставили себе. А я ее оставила, да, потому что это напоминалось, и как выстанавливаете, это не привлекало. Да, спасибо. И да, скажите вы, пожалуйста. В деле того, что происходит у меня сейчас, как я все-таки показала... О, и спасибо вам большое за эту формулировку, я все ждала, когда же магия начнется. Спасибо вам. Вот смотрите, до этого был просто кусок картона, и тут вдруг такая прекрасная фраза. Слушай, можно я за вами ее попробую повторить, как я ее запомнила? И вот карта показала мне... И дальше там что-то... То, что происходит у меня сейчас, карта показала... Слова слова. Да. Смотрите, вот как работает метафорическое что угодно пока. Это просто я вам как инелпер, понимаете, у меня встроено такое... Просто я вам хочу показать, как я думаю, как я живу. Я несчастный, травмированный в детстве ребенок. Я в институте психоанализа, я лучше сразу признаюсь, что вы мне будете диагнозы ставить. Смотрите, травма моя детская заключалась в том, что мама моя инженер. Айпадов тогда еще не было. Я была очень активным, общительным ребенком. У мамы было 29,5 задач. Одновременно. Поэтому и надо было меня чем-нибудь занять. Поэтому, чтобы ребенок как-то занятый ребенок, счастливый ребенок, мама занимала меня тризовскими, как мы сейчас бы сказали, задачками. Ну, чтобы я не мешала ей. Задачи были примерно такие. Вот мы с ней стоим, ждем электричку. Там вокзал, такая крыша. И так как вот эта крыша не падает? А мне годы 4. И я действительно думаю, а как она не падает? Ну, думай, как вот она не падает. И я там... Что-то дохожу, какой-то вариант. Сопромат, в общем, учила я. Вот. Потом, например, там мы едем в автобусе. Долго, там часа два куда-то в Загорск или три. И она говорит, а как она дает карамельку белую такую, с клубничной начинкой. Говорит, а как внутрь попадает начинка конфет? Я же говорю, глубоко травмированное существо. Вот. Ну, то есть изначально у меня мозг инженера, как вы понимаете. Поэтому этот вопрос у меня всегда волновал. И как что-то устроено, оно переметнулось, ну, естественно, с инженерных вещей на что-то еще. И там, благодаря Дейлу Карнеги, который мне взорвал мозг вот этой книжке, мне там было лет 14, наверное, как что-то там приобретать друзей и оказывать влияние на людей, у него она была вроде как инженерная с рецептами, но не точная. Потому что вот эта фраза, если вам даже человек не нравится, просто полюбите его искренне, она мне взяла какую-то, ну, мне казалось, что есть какая-то, ну, что-то не то в этом, короче. Ну, что-то, что-то вот невыполнимое. Это примерно как вот, есть такие рецепты кулинарные. Сейчас, я знаю, многие на кулинарных сайтах сидят, у меня младший сын меня снабжает тоже всякими рецептами. И когда там уже, они прям так написаны, рецепты, возьмите там яйца, разбейте туда-то, там начните разогревать масло, нарежьте туда-то. А потом заранее подготовленную тушеную осетрину, значит, то есть у меня уже все вот это уже кипит, а тут оказывается было где-то заранее подготовленное что-то. Вот мне кажется, что в этой штуке была тоже подстава. И когда, собственно, что меня привело в психологию, так или иначе, все равно через там пень-колоду и институт стали из плавов, и все-таки, и все-таки, это все равно желание разобраться, как что-то работает, как это происходит. И вот этот вопрос, как, это главный вопрос познания, на мой взгляд. И вот как раз метафорическое, пока что метафорическое что угодно, мы увидели, как это работает. Пока не важно, карта это или не карта. Оно становится моим тогда, когда у меня с этим предметом что-то связано, когда я этого наполняю смыслом. Это же просто форма, какой-то воздушный шарик. Я его надуваю, и он приобретает форму. Это просто тряпочка. Так и здесь. Любой предмет может стать метафорическим чем угодно, если мы, как вы говорите, связали его со своей эмоцией, наполнили его. Ну, ваше слово, оно у меня откликнулось, конечно же, мёдом на сердце, потому что как только фраза... Я почувствовала вот это. Это человеческая история, товарищи психологи. Вы понимаете, где локус контроля находится. То есть это я почувствовала. Но как только начинается, эта карта сказала мне. И я пошёл. Вот здесь у меня сразу... Видите, я же не просто... Я сегодня в рабочей одежде к вам пришла. Мне в этот момент сразу кажется, что я посланник вселенной. Что это правда так ведь. Но на самом деле. Вот человек шёл и не думал об этом. А ему вдруг раз и сказали. И он говорит, боже, спасибо вам большое, что вы сказали. Мне же теперь-то ясно всё стало. И на самом деле человек всегда обращается... Это очень древняя профессия. Одна из древнейших. Одна из. Одна из. Всякие гадалки и предсказательницы. Почему-то они были в основном женского рода, тоже исторически. В основном. Они давно-давно-давно существуют. Зачем? Когда у человека всё понятно, куда двигаться. Вот если вы знаете дорогу наизусть, вам карта не нужна, навигатор. Я никогда не была в институте психоанализа. Я его включаю. Мне надо понимать, куда идти. А если там у меня есть ещё и налево пойдёшь, одно будет, направо пойдёшь, пойдёшь туда, мне нужно как-то выбрать, я не знаю как. То есть когда я не знаю как, у меня не существует какой-то когнитивной карты, куда я привык идти, правильно? И если её нет, я, как любой нормальный организм, стопорюсь. Ну то есть непонятно, куда, как выбрать. Это вот самое ужасное, что можете спросить у ребёнка, кого ты больше любишь, маму или папу. Вы увидите крайнее проявление вот этого состояния. Вот это сейчас уже современные дети, правда они молодцы. Они уже говорят, я ничего не выбираю. Я не хочу выбирать, нет. Я и то, и другое хочу. Я спрашиваю, а можно две карты? Я говорю, да. Те, кто решил, что нельзя, ну извините. А те, кто спрашивал, можно две? Можно. А три можно? Можно. А можно ещё ответ на вот это? Можно. Но для этого нужно опять же обладать вот этим. Уже когда ты знаешь, что тебе нужно, когда ты не знаешь, у тебя вот это открытое поле. И пока ты завис в состоянии выбора, вы наупить называется разрывом шаблона на мелком уровне. Это вот как Карлсон мучил, как её звали, это фрекинг-бок, да? Ты переставил пить коньяк по утрам, отвечай, да или нет? Фрекинг-бок, говорю, нет. Говорит, ой, 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 пора завязывать с такой вредной привычкой. Он говорит, да, а, ну хорошо, что бросила, а то сколько ж можно было пить-ка? И оба ответа её никуда не выводят, они загнали её в угол. Как только человек из угла выходит, у него сразу огромное количество дорог, куда идти непонятно, и он ищет хоть какой-то дорожный знак. Это вот как в анекдоте, когда на воздушном шаре команда летит, они сбились с курса, попали в грозу, еле живы из этой грозы, выбрались, летят на каким-то населённым пунктом, и внизу, видишь, что сидит молодой человек, и спрашивает, скажите, пожалуйста, где мы находимся сейчас? Вы находитесь на воздушном шаре. Ну тогда там те, кто в этой корзине сидит, говорят, это, наверное, программист. Это почему? Ну потому что его ответ абсолютно точен, никакой пользы нам сейчас для решения задачи не принёс. Но тем не менее, да, вот это вот желание получить ответ, где я нахожусь сейчас, да, то есть как-то сравнить себя с реальностью, она есть, когда у меня нет решения. И в этом смысле спасибо вам ещё раз за вот эту формулировку, когда есть какой-то внутренний процесс, который бродит, но я его не могу никак назвать, например. А я вам хочу сказать по секрету, а? Чё, чё? Да, всё нормально? Вот. Почему вот про неназванные? Это удивительное свойство языка нашего, ну вообще ни русского, ни этого языка, в смысле языка как явления. Неназванные не существуют. Ну то есть вот это вы знаете наверняка, это пример, что у эскимосов есть там 90 слов, которые качество снега обозначают, потому что это их жизнь. А у англичан слово «блю» обозначает и голубой, и синий, потому что им без разницы. Ну нету там, да, light blue, да, blue, а так и то, и всё, и всё, blue. Вот в радуге у них шесть цветов у вас на кофте. Семь, а у них шесть было бы, потому что непонятно, зачем в два раза синий. И они тоже менее чувствительны к этому цвету, потому что слово нет. И вот, и собственно, для чего всякая профессиональная терминология вводится? Я же почему говорю про когнитивный там какой-нибудь уровень интерреализации знаний? И сразу раз я вижу, вот коллеги, здравствуйте. Потому что кто-то у нас, чего, интер чего? А профессионал сразу говорит, да, мы, своих, своих, да, мы понимаем, о чём речь. Это нужно ровно для того, чтобы какой-то опыт, ну, закрепить, с чем-то связать, да, с кем-то, с какой-то меткой. И иногда бывает так, что, вот я сейчас с этим сталкиваюсь, например, в моих там тренингах, в консультациях, а я веду активные тренинги, много очень. Взрослые люди приходят ко мне в основном, но взрослые, это я имею в виду, мне вот 45 будет скоро, ну, они вот там, ну, там 30 плюс в основном. Разные бывают, но общий такой вот цвет. И они мне все, сейчас примерно один и тот же запрос идёт, ну, может быть, потому что я такая, как всегда, это же как бы как отделить те, кто проекция, кто индукция, не пойми. Поэтому они приходят с таким запросом, я не могу выразить то, что происходит со мной. Я переживаю такие чувства, слов таких нет. Это и любовь вроде, а вроде и не любовь. Это вроде как и влечение, но слишком пошло это так назвать. Это вроде как там какой-то экзистенциальный кризис, но с другой стороны и не Ницше тоже. То есть, и как делать так, чем сказать нечем. И здесь, соответственно, приходит на помощь, опять же, метафорическая область. Когда нету слова такого, нету термина, куда это можно прямо вот в каталог занести, то можно хоть как-то это описать с помощью чего-то ещё. Как вообще работает любая метафора, да? Давайте сейчас... Ну, я с вами буду шутить, ладно, можно? Тем более Ира обещала, я ей обещала, что она получит удовольствие, так что мне теперь придётся уже. Смотрите, это шуточная сейчас будет вещь. Но насколько она будет шуточная, тоже очень интересно. Вот давайте так. У вас же есть там чем писать, да? У кого-то? Ну, у кого нечем писать, но есть телефон, в который можно записать наверняка. Если даже телефона нет, ну, запомните. Но записать интереснее, потому что иначе потом, ну, подтасовка данных. Как говорила моя Плесецкая, дневники – это документы, а мемуары – не документы. Потому что в мемуарах можно написать, как ты хотел бы, чтобы было. А в дневниках – как оно было на самом деле. Итак, вот запишите сейчас, пожалуйста, очень быстро. Самое любимое животное, которое вам в голову приходит. Просто название его. Животное. Да, я даже знаю, что ты напишешь, мне кажется. Самое любимое животное. И рядом с ним прилагательное, потому что оно какое. Я не буду сейчас ничего произносить, чтобы ни на кого не влиять. Самое мое любимое животное – это. Потому что. Вот так примерно должно выглядеть. Да? Есть? Не надо долго думать. Тут это не ЕГЭ вообще ни разу. Дальше напишите, за какое на втором месте у вас любимое животное. И опять же, потому что оно какое прилагательное к нему относящиеся. Блин, кто бы узнал… Если бы кто-то узнал, что я сейчас в институте психоанализа… Да, 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 я понимаю. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Ну и то, которое на третьем месте. Животное тоже любимое, но на третьем месте. Вот оно… Потому что оно… Вот какое. Да. Ну, дальше. Как хотите играть, в открытую или в закрытую? В закрытую. В закрытую, в закрытую, конечно. Ну ладно. Ну кто хочет, короче, бывают просто такие люди, которые думают, разговаривая только. Вот если вы такой человек, можете с соседом поделиться и рассказать ему, что у вас написано. Если вы в закрытую, можете, наоборот, чисто прочитать от НСПРАЗа, чтобы никто не увидел, не дай бог. На самом деле, почему я говорю, кто бы знал, позорище-то какое я в институте психоанализа этим занимаюсь. Вообще, это шутку я украла у ведущего на свадьбе, потому что дальше он говорит, реально, это очень серьезный документ. Значит, я была на свадьбе, ну, гостем, и там был ведущий, который с очень пьяными гостями в это играл. Успех был колоссальный. Значит, он говорит, на первом месте, какое у вас животное, и оно какое. Ну, кто-нибудь один мне нужен, кто смелый, так сказать, для демонстрации. Да, какое, назовите просто. Вот, это то, как вы хотите, чтобы вас воспринимали люди, вот. Вы хотите, чтобы они вас воспринимали как кошку мягкую и пушистую. Ну, и ко всем вам это относится, не как кошку, а в смысле, что у вас написано. На втором месте что? Рынь, потому что похоже на коже. Вот, значит, ну, покрупнее несколько, видимо, да. Второе, это, собственно говоря, то, как, значит, эти самые люди вас воспринимают. Да, ну, то есть, вот, они думают, что вы-то хотите, чтобы они вас воспринимали как мягкую и пушистую. И говорят, нет, рысь, хоть и по коже на кошку, но, да. А на третьем месте что? Белка, потому что пушистая и юркая. Да, и здесь уже есть профессионалы, конечно, это то, кто вы на самом деле. Очень мудрый психологический тест, сейчас был, понимаете. Фраза на самом деле, это же вообще главная психологическая фраза профессионала, я считаю. Как еще без нее-то обойтись как? Вот, но заметьте, вот сейчас, да, я же еще раз говорю, это со свадьбы, это вообще не имеет никакого значения. Что с вами сейчас происходит в процессе этого? Да, сразу начинают проводить вот эти параллели. А что во мне похожего на вот это, да? И начинаются там прям какие-то ощущения. Вы впадают, боже, Фрейд переворачивается в гробу сейчас. Так, еще что? Что происходит еще? Ну, что? Какой механизм? Точный, да, тест? Я же говорю, что это самые точные тесты. Точнее, нет. Зачем эти все имя МПА и 264 вопроса? Вот, все, я кадровикам говорю и чарам, вы дурю маетесь, вот это кител вам, зачем этот Майерс Брикс? Вот три вопроса все понятно. Не, на самом деле, ну, я ржу, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Почему? Потому что, ну, я, собственно, как тренер, который очень много работал в свое время с разными компаниями и с чарами, и мы, я всегда говорила, что ассессмент гораздо эффективнее собеседования, проективный тест гораздо точнее теста вопросного с галочками, потому что вопросный с галочками тест очень легко выучить, ну, социально одобряемый ответ, да? Ну, ты же понимаешь, ученок, где надо поставить? Вот у меня тут старший ребенок, который, в общем, не отличается успехами в учебе, получил какую-то там, у них были пробные сейчас ОГЭ, и он там принял какую-то четверку по географии, говорю, боже, Вова, ты вообще не знаешь географию, как это получилось у тебя? А он говорит, а, и все, просто ставьте подряд, как получится. И вот, смотри, получилось отлично. Ну, понимаете, да, ну, валидность этой научной методики. А в проективном тесте происходит удивительная вещь. Это вот дострой по точкам называется, да, помните, такие детские картинки, когда надо точки соединить, и получается фигура. Когда какая-то неопределенность, то дальше, как в стишке-пирожке, я их очень часто использую, это жанр такой интернет-поэзии, я не автор, к сожалению, моему большому, я так не умею, я только коллекционер. Так вот, есть такой стишок-пирожок, который написал диджей Федос, по-моему, автор. Что в условиях невхватки данных наш мозг придумывает сам врагов, картину мира, Бога и мнения других людей. То есть этот механизм достраивания я, это вообще основной механизм работы сознания. Он не в состоянии воспринять все целиком, и вообще-то очень много, будьте здоровы, физиологических исследований мозга сейчас как раз очень модная тема, рассказывается, как достраивается образ, достраивается все остальное. Да, и это естественный процесс для человека. Поэтому вот этот момент, я прям фанат проективных методик, я их считаю гораздо более интересными. Другое дело, что гораздо сложнее научить специалиста, как их считывать, потому что тут галочки, что сошлось, выпиши цифру, и все, девочку после ПТУ посадили считать, она считает. А здесь-то надо хоть самому что-то понимать, почему понимать, ты видишь, это мое отражение в зеркале, вот у меня напротив зеркала, или это правда человек такой? Это он себя так ведет, или как в анекдоте, когда консерватория, такое что-то ведет, произведение там шнитки, и вдруг такой мужчина из транса выходит, поворачивается, скажет, извините, это не высказывает твою мать? Ну что? Я говорю, не высказывает твою мать? Да вы что? Это не высказывает твою мать? Ой, наверное, музыка навеяла. Это бывает, ну то есть, когда ты вот обзабочен какой-то проблемой, да, и надо понимать, где разница между картой, да, и человеком. Так вот, если мы возвращаемся к работе психолога, очень часто бывает, что, на мой взгляд, самая сложная часть этой работы – это работа с запросом, потому что человек приходит иногда с каким-то конкретным запросом, а иногда не может объяснить, чего он хочет вообще, а иногда, что с ним происходит, не может объяснить, и почему он пришел. И вообще, это очень частая история для меня, она вот как в этом анекдоте описывает. Ну, у меня с клиентами на тренингах так происходит, я ужасно это, конечно, признавать, особенно сейчас в прямом эфире, да, это все происходит, позор. Я вообще на этапе формирования запроса очень редко вслушаюсь в него, потому что я очень хорошо понимаю, что очень скоро человек скажет, что он хочет на самом деле, и вот тогда это будет интересно. Я напоминаю слово «на самом деле» – это наш основной инструмент. Анекдот такой, врач-терапевт сидит там, ну, как всегда, сидит, заполняет кучу бумаг, сейчас уже вот так делает, неважно, и заходит к нему на прием такой пациент, высокий мужчина в шляпе, в цилиндре, и стоит, вот так молчит на входе. Он говорит, ну, заходите, проходите, проходите. Тот так стоит, говорит, ну, проходите. Тот стоит, он уже врач не удерживает, значит, подходит к нему, ну, что вы стоите, ну, раздевайтесь, проходите. Тот так снимает шляпу, и врач видит, что он абсолютно лысый, у него такой симбиоз, у него так вот к лысине лапами приросла лягушка. Ну, все четыре лапы, они так в лысину уходят. Врач такой первый раз видит, что внимательно изучает, говорит, господи, как же это вас так угоразило, на что лягушка ему человеческим голосом говорит, понимаете, доктор, а начиналось, как банальная бородавочка на пятке. Очень часто именно эта часть приходит на консультацию и приводит все вот это здоровое тело в костюме. У меня, когда клиент в костюме из какой-то компании, типа Pricewaterhouse, он у меня вот так вот крутился, там что-то на подоконнике залезал, куда-то катался, и потом сам был в шоке от того, что это было. Я говорю, нет, ну, все понятно, кто ко мне пришел на консультацию, я понимаю, да. Ну, то есть ты, возможно, тоже не видел никогда, ну, давай знакомься. Вот. И даже я сейчас не про диссоциативную терапию, а вот просто про то, как, ну, трудно человеку описать, правда, потому что там же есть куча вот этих, и нормы, и как я могу, я серьезная женщина, я не могу прийти с такой проблемой, что мне снятся. Ну, вы понимаете. Ну, то есть это, ну, как, это же, ну, поэтому это был мой длинный спич на тему того, ну, я еще раз говорю, особенно если вы знаете, что такое метафорические карты, возможно, вам это было неинтересно, но так вот общий конвал, общий контекст, да, что это помощь, сформулировать что-то, да, отрефлексировать что-то, увидеть что-то, то, что человек куда смотреть, например, не хочет. Иногда бывает, что там вот прямо, вот, говорит, карта показала мне что. И в этот момент, вот, это же прекрасная фраза, чем, почему я так восхищаюсь, потому что он же ответственность в этом нет на себя не берет. Не я увидел в ней это, тогда понятно, это я молодец, тут же, вот же оно что на самом деле-то, во! И в этом смысле, почему я очень люблю там, у нас колоды эти, они полуигровые, полусерьезные, вот сейчас уже давайте я про них расскажу и пойдем мы в них играть, так или иначе. Они у нас называются «Знаки Вселенной», видите, очень серьезное название, очень психологическое. Хотя, ну ладно, это вообще никогда не планировалось, как колода, это была реальная игра, в которую, например, я очень люблю играть, там, мои друзья тоже, мы с Антоном Нефедовым на этой почве, там тоже сошлись на тренинги в свое время, давно. Это игра, в которую я очень люблю играть в новых городах, например. Началась эта игра у меня с города Пермь. Есть тут кто-то из города Пермь, нет? Город Пермь, если вы видите нас, привет вашему городу, прекрасному прародителю знака Вселенной. Город Пермь уникален двумя был вещами, я там работала на проекте полгода, то есть я там жила, а с другой стороны, там был много лет подряд, проходил фестиваль арт, как это, стрит-арта. И там заборы, там очень много заборов, Пермь, это вообще огромная промзона, была долго, и стройка. И дикие количество заборов по городу, и они изрисованы прям какими-то сериалами. И у меня это было так, то есть я иду, о чем-то думаю, причем не банальными, не просто там поезжайте на юга, а чего-нибудь я там иду, и вдруг упираюсь в забор, на котором там написано, например, что-нибудь такое. Неужели такса Аня не встречается с парнями? Абсолютно, девственность, та еще ответственность. У меня наступает тот самый разрыв шаблона, я говорю, так, ахахаха, и я это реально воспринимаю, как диалог с городом, типа, а еще, а еще, и оказывается, что у этого забора еще там 10 разных слайдов про эту таксу Аню, в стишках, и очень какие-то они все такие оригинальные, и прям, ну, прям куан, можно помедитировать. Или я там, допустим, на трамвайную остановку зароливаю, а там тоже плакаты на ней художника, но потом вам выяснилось, что это известный, оказывается, тоже такой художник, и там, значит, диалоги кота и человека, и как раз на нашу тему, когда человек говорит, что, вот как-то кошки не боятся темноты, а кот говорит, а чего ее бояться-то? Ну, человек говорит, ну, может в ней оказаться ведь все, что угодно, и кот отвечает, так что ты боишься, темноты или того, что у тебя в голове? Это трамвайная остановка, я напоминаю. Я поняла, что я в этом городе, у меня появилось там хобби, то есть я там работала, эта работа была для меня довольно тяжелая, избатывающая, столько пить нельзя, сколько приходилось там пить, значит, по выходным у меня было хобби, мы просто, я брала такси, говорила водителю, едем, он говорит, куда? По заборам, он говорит, в смысле? Я говорю, сейчас все поймешь. То есть мы просто ездили по центру, как только мы видели разрисованный забор, я, значит, останавливаюсь и фотографирую, у меня была фотоохота, у меня есть целая страница, где все эти выкладывала, и даже пермяки, я им потом приносила фотографии, там, какие-нибудь, забор с именами, забор с какими-то, там был рецепт приготовления трансгалактического супа, да, и там, который заканчивался и варить 30 миллионов лет, то есть реально, такие штуки, он вошел, кстати, тоже в колоду, ну, или там были очень трогательные, какой-то был забор с очень трогательными какими-то стихами, например, там были стихи Борхеса, очень глубины невероятные, какие-то были там философские штуки, чего-то такое, на циферблате звездного неба бегущей строкой реклама Бога. Люди, нам нужно жить вечно, чтобы успеть прочитать хоть немного, наверное. И я пермякам показываю, они говорят, это где? Я говорю, это вот, за углом. Они говорят, мы там каждый день на работу ходим, там нет ничего такого, я говорю, вот именно, вы каждый день там на работу ходите, пойдемте, я вам покажу. и правда. И когда мы стали выяснять вот этот момент, чем мы друг от друга отличаемся, как так происходит, что они каждый день ходят на работу и этого не видят, а я вот только приехала и увидела, я поняла, что есть два ответа, но первый ответ очень простой, это мы все к сути подходим, вы не думайте, что это просто 3+, мы все правильно делаем, вот, первый ответ простой, но потому что они уже про этот город все знают, у них карты его загружены, они не видят ни малейших изменений, это вообще проблема современного человека, очень большой информационный поток, неохота погружаться в глубину, проще подставить аватарку вместо события, словами, я там уже знаю все, суши, я знаю, что это такое, пробовать не обязательно, что там еще, концерт, знаю, был, что секс, уже был один раз, хватит, ну, вы смеетесь, я серьезно сейчас цитирую прямо одного молодого человека, который сказал, нет, мне секс неинтересен, почему, да, этот оргазм того не стоит, почему, ну, этот оргазм того не стоит, сказал он, почему, пробовал, не понравилось, ведь не поспоришь, ты даже не знаешь, что сказать, ну, то есть, это все, подставилось, не понравилось все, не берем, достаточно, и и это закрывает вот эту вот связь с реальностью да когда человек все у него при опыт до сенсорный там опыт в чувствах опыт в прикосновениях запах его вытеснять мысль об этом я знаю что это это все фигня я знаю я тут хожу каждый день тут не может быть ничего хорошего они мне все пытались убедить что и город страшный серый скучный и в этом хамуха сейчас в москве уже много их появилось тринадцатый год не будет какой-то посмотрите вот же мне хоть это чувство все где это у вас все тут и у меня уже потом таксистом не было два любимых они уже к моему приезду я две недели в перми жила две недели в москве и они к моему приезду уже мы тебе нашли и тут они они включились в эту игру вдруг они проснулись и у них это как-то креста крест найди забор в перми разрешенный это мы нашли там такой забор там такой там там нарисованы колотки вот эти которые следствуют колотки а еще мы нашли такой забор и до сих пор народ что-то находит ну и там игру были очень смешные и трогательные трэш какой-то и какие-то такие очень странные штуки но это вот первое дата замыленный взгляд не видится никакие другие варианты приведу примеры как это происходит в обычной жизни аналогии этой ситуации значит все про ту же фильм я значит еду на такси мне один и тот же водитель везет значит на работу и он говорит татьяна простите меня пожалуйста тут жуткая пробка там авария все переградил камаз мы никак не можем ее объехать и ну вынуждены либо вот ждать пока это все закончится либо вы можете пройти пешком его как пешком то мы едем 20 минут на самом деле если вы пройдете через парк потом налево у вас это займет ровно пять минут и вы окажетесь на месте мы обычно едем вот так а вы просто можете через парк да да я почему не раньше об этом не говорили ну вы тогда год ходили пешком мы бы не ездить с вами но сейчас я понимаю что мне даже не пришло в голову искать никакого другого маршрута потому что маршрут уже есть галочка стоит маршрут построен я не ищу ничего и это вот первое и очень часто проблемы которые у человека есть они заключаются не в том что он чего-то не может а в том что у него есть ответы на его вопросы они неэффективны но отсюда вот эта штука что если вы хотите получить что-то чего еще никогда не получали делать то чего никогда не делали но дальше спрашивает а как как у карнеги это вот как делать то что никогда не делал я же не знаю ну да и это вот такой момент а здесь вот нужен куда-то выход за вот этот его основной путь а вторая про пермяков история ну вот про про вот это да почему вторая причина в том что но очень трудно сознанию привыкнуть к тому что если я решил что этот город ужасный а ты мне пытаешься убедить том что он хороший то ты мне враг я скорее признаю тебя врагом чем переубедюсь но но это конечно редко кто отдает себе в этом отчет но это довольно частая история поэтому например волшебство и магия если вы замечали они гораздо лучше работают на курортах и вообще в командировках других городах о которых вас нет ни малейшего представления и вы можете его создать каким угодно например веселым например счастливым например в тот местном в котором исполните желание а здесь вы уже знаете что тут все уже и все уже да поэтому собственно вот метафорические карты нам будут нужны для этого и знаки вселенной вообще не появились от этого что я писала про эти свои встречи с этими заборами и говорила вот какой знак вселенной я нашла там я вот иду и думаю о том там существует ли там у меня вообще возможность быстро это сделать и не утыкаюсь варить 30 миллионов лет и понимаю что не надо спешить с этим процессом наверное у меня находится ответ внутри то есть это была игра с городом в этот момент клинические психологи в зале есть психиатры покажитесь мне покажитесь лучше признайтесь сами но когда я сразу на всякий случай для клинических психологов в этот момент город смотрите разница между шизофренией и игрой это очень важно сейчас заключается в том что шизофреники тоже читают знаки только они в отличие от того кто играет они бегут ну как же вы же видели всем надо спасаться вот же написано 308 команда 308 вы чё сидите-то все вот же на двери написано ну что он считает что его реальность разделяемая ему и как только он научится ее отделять он социализируется говорят языком психологическим психиатричным если я помню что допустим 308 как в анекдоте когда мужик попадает в психушку но в такое легкое деление там уже все сидят много лет и рассказывают анекдоты уже все пронум���овали потому что новых нет анекдотов века эта 12-го ха-ха-ха-ха 48-го х EiStra 8 hier on 380 вот ну и и он ты слушал слушал какой-то момент ну 54 все-таки 59 62 раз вышвырнули аж его из комнаты и он так что что случилось при домах такое это разделяемая была реальность 5 они договорились об этом эта игра они договорились о правилах понимаете в чем разница я это очень важно вас не шивник шизофрении призываю к игре так вот в игре вот эта фишка ровно в том что я задаю вопрос сначала должен появиться вопрос когда вы брали карточку многие из вас ходили спрашивал запрос должен быть какой-то я говорю пока нет мне хотелось чтобы вы испытали вот эту магию превращения просто картонки во что-то значимое как вы это делаете сами как вы это наполняете до своим опытом если есть какой-то вопрос если есть какая-то ситуация на которую нельзя ответить просто так и нужно проделать какую-то работу то здесь как раз ты находишь ответы мы играли в это в городе и потом оказалось что у нас набралось достаточно большое количество таких вот фоток и мы что-то заметили нас позвали на фестиваль метафорических карт какой-то из и нефедова антона тогда пришла ему нет сейчас в стране ну мы с ним этот проект начинали мы пришла голову деньги давай сделаем колоду знак вселенной но не все же гуляют по городам не во всех городах есть заборы хотя на самом деле забор есть во всех городах как мы выяснили написано в них ну правда столь иной степени разнообразия но но вы всегда что-нибудь написано да и решили сделать из этого там вот собственно колоду самый первый у нас появился колода который называл знаки вселенная базовая толстая и здесь очень разные из разных стран даже из разных городов карты где есть карты очень разные есть разные они правда и она такая наиболее широкого действия сейчас давайте с ней знакомиться для начала у вас будет возможность попрактиковаться прямо самим у нас будет упражнение для этого но для этого сейчас на несколько демонстрации такие сделаем да мне еще есть время есть просто это для меня такой маленький формат боже 2 часа даже не двое суток так значит я могу бесконечно на эту вот эта колода базовая собственно здесь очень много в в том числе и те которые я называла вот эти пермский забор кстати удивительно некоторых из них уже нет живых заборов смысле объекты снесли еще что-то перекрасили а здесь они вот и вековечены тоже империи москва питер барселона амстердам сочи чё-то еще камбоджа интересно здесь короче всякие штуки и так собственно очень просто если есть кто-то у кого возможно после того как ему дали карту возник какая тема и вы на нее думаете или у вас есть ситуация про который вам хочется подумать ну смотрите опять как она обращается к гадалкам да вот это вот что было что есть что будет чем сердце успокоится это стабильная схема которая структурирует на самом деле поток мыслей и ничем это от коучинга не отличается модель скор по которой там идет актуальное состояние желаемое состояние эффекты причины и ресурсы но просто это приносит ясность туда где ее не было и одно дело когда ты думаешь по этому поводу в этом смысле чем больше я и телесных тренингов еду много чем больше я веду тем меньше мне кажется ну каким-то валидным головные все вот эти истории от головы по отвечать это что-то среднее между головой и телесными практиками ровно потому что право полушария тут включено довольно сильно поэтому если кто-то из вас есть смелый как говорится нам нужен давай чего или сюда так ну почему смелый потому что здесь надо будет но как-то отвечает она вот эти вопросы смотрите сразу появляется момент такой это будут две разные игры мы можем играть в открытую можем играть закрытую если мы играем в открытую мы помогаем чеку сформулировать просто чтобы он выбрал до из общего вот этого вот количество если мы играем в закрытую это будет чуть позже хорошо так что пока в открытую вот мы так сделаем может быть не очень красиво тут у нас есть стол никита а ты снимаешь можно стол вот сюда подвинуть пожалуйста спасибо ну просто чтобы у нас была площадка да и мы могли вам это до вселенная на проводе у кого есть желание загадывайте пока связь хорошая правильно подключились все хорошо подключение установлен а вам может быть пока не видно что здесь происходит мы постараемся это как как-то озвучивать но у вас будет скоро практическое занятие где вы ну в руках все подержите сами ладно вот смотри вот колода мы сейчас все так вот старый можешь помогать мне в этом процессе твой процесс шутки я одна тут впахиваю да я знаю так вот мы тут и его раскидываем да и это кстати говоря отлично работала мы недавно проводили корпоративную корпоративном формате стратегическую сессию тренинг команды образования когда сделал команду на самом деле это не так важно то есть что вы понимали тоже с точки зрения методики это очень хороший способ когда правое полушарие подключается к запросу и так вот смотри вот все карты ты сейчас пока в них не вчитываясь просто так это снимаешь их как некие там пятна цветовые вот кому интересно пристать посмотреть и у тебя есть запрос какой-то да вот как бы ты его сейчас озвучила бы правильно ли я поступила что пошла то есть это вопрос надо нет можно если это вопрос надо и нет подожди у меня для этого специальный другой инструмент сейчас волшебные здесь волшебный чемодан которым по моему есть волшебный струбит а может и нету сейчас я посмотрю вроде был сейчас покопаюсь немножечко о есть вопросы надо и нет это кубик есть телу кто ведет какие-нибудь игры типа там более там путешествие героя ну в общем очень большое количество игр который главный метафорический инструмент это кубик если выпадает четное да если выпадает нечетные нет кидай я видишь отрабатываю методику если человек нужен ответ да или нет просто я хочу чтобы вы увидели как это будет соответственно четное да нечетные 5 нет неправильно значит ты поступила как на 5 значит значит поступил как работает инструмент кубик чтобы вы понимали у ответ у человека всегда есть уже и он если либо радуется либо возмущается тому что кубик сказал в любом случае ответственность ему очевиден да то есть все таки ты поступила правильно значит твой вопрос немножко другом а именно вот вот это уже понятно да это называется уже открытый вопрос к чему это приведет и так давай выбери пожалуйста карту то как ты сейчас это воспринимаешь вот всю эту историю нет вот так прямо на первый взгляд вот вот это да так вот сейчас она посмотрит на карту да вы если вы записываете как методику вы можете смело это делать уж от меня вы флипчарты не дождете я не 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 лектор ни разу меня выгнали из руден даже от плохого преподавателя правда у меня потому что причина жаловались на меня студенты что нет не почерк что мы не ходили взяли лекции списать а у них нам всего три страницы списка тренинги у нас были потому что вот то есть тоже сделать и так смотрелось дай и я пода покажу немножко ее народу не отдам но покажу а ты расскажи что ты здесь видишь вот там такой зеленый человечек нарисовал могли кто-то там не знаю мне интересно что ты здесь видишь слова весна за так спинка на гид до слова даже да я даже не прочитал а просто поняла что весна весна и весна это для тебя значит что весна это мое любимое время года так это возрождение это обновление то есть я тогда уже весна это возрождение обновление и счастье да так отлично это вот ты помнишь о чем это было картоса это было про то как сейчас ты думаешь по поводу этого проекта вот так видимо судя по всему ну да мы только она не смущает что это нарисованы как это вообще все каждый раз меня поражает но нарисованы да про почерк ты был прав почерк у меня тоже так себе так значит ладно прошу мне некогда всегда ладно а как ты вот хочешь чтобы к чему проект этот привел когда хочу чтобы не лет и это я знаю что ты сейчас не все расскажешь от ума нет и для этого есть коучинг это не ко мне что ремонт часов замена сознания замена батареек зачеркнутая написано замена сознания покажу я вот так это выглядит если вам не очень видно может это ближе двигаться во вторых верьте нам на слово но у вас будет возможность итак ремонт часов замена сознания стрелочка это значит чему что должен привести этот проект чего ты знаешь вероятно моего лет потому что да да и что значит что это значит самый главный вопрос понимаете каким бы я не была интеллектуальным человеком сколько бы образование у меня не было это самое сложное в работе с проективными методиками не говорить того что я за этим вижу главное мое оружие типа и что это значит и очень искренний интерес к человеку несу и чё это значит вот так не надо делать в работе с метафорическими как мне действительно интересно что что человек увидел там да что процесс уже начался и что там увидел еще я прям к такая бурная реакция была ему потому что часы и порядок и время для меня в последнее время в общем вот я часы тебе купила так сами без без да понимаете да да вот и вместо цифр цветы такое вот я потому что не люблю я долго шла к этому чтобы мне конкретно ничто не указано чтобы сомневался удивительные вы как это с какой легкостью происходит в игре так просто добейся от человека в чем-то вы истинным однажды не психолог я ходила на на разные консультации особенно студенчества у нас было практика когда мне психолог задал вас в чем твой истинный мотив вот тут у меня и взорвало значит ладно давай оставим это желаемое и если так будет то какой мы получим эффект то есть если ты придешь вот этому и никто тебе не будет это все то то что 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 изменится глобально там что это тебе даст какой эффект получишь мне на самом деле в этот момент самое интересное это конечно же но я и не опер это сказывается мне больше что конечно интересно как человек в этот момент выглядит вот ну то есть если он становится все более и более на полном энергией да по ходу продвижения значит все правильно и правильно он выбрал кубик ну то есть если нет я как-то могу сдавать упорство но пока что да по моему нас совпадает черт со мной трудно находиться рядом . так на самом деле и что интересно к вопросу весь здесь те кто с такой оговорки по фрейду знает смотрите это очень интересно опять же это оттуда же чтобы подстраиваться проецируется то что человек хочет увидеть здесь нет слова энергии открытий на карточка у кого есть это розовая карточка кому-то она попалась там написано очень странное слово энерция вот какой-то странную но это было написано на заборе тоже вас питере сфотографировал да и это нормально это знал чай читает там у него лишь батарейки заменили а здесь энергия идет сама по себе что же очень интересно то есть как подставляется вот красота мне нравится знаете почему скажи что потому что вот я была на тренинге в синтонии в рамках академии тренеров и энергия это главное просто отлично так и прет так и запишу обязательно ну и собственно говоря самый интересный вопрос вопрос я вам потом продиктую они очень простые это модель скоро на опуска вопрос следующий кладем сюда следующий вопрос но почему-то же ты еще не там явно же что-то тебе мешает если бы ничего не мешало бы тут не стояли как говорится человек который находится уже на пути реализации как мне вот недавно объяснил один очень смешно и дядька в этом было в как называется в барнауле он говорит ничего как там ваша проблемная группа игру почему проблемная группа нормальные люди же не ходят по тренингам они делом занимаются нету и не откажешь в логике чуваков вот ну поскольку ты на тренинге вы сейчас выстрелили ну ты еще не там видимо у тебя какие-то были сомнения даже кубик кидать пришлось давай посмотрим что тебе мешает в чем сейчас препятствие она вытаскивает кстати из-под низ даже не видишь что там что тоже интересно люди рабы своих вещей так и написано правда это к тебе какое-то имеет отношение а кого если не вещей то кого ничего то есть сомнения же не вызывает только слова вещей то есть люди рабы не вызывает значит надо знать чего именно люди рабы и она является препятствием или отсутствие препятствием да у меня такое ощущение что недостаточно свободы там и достаточно свободы на там смотрите как странно вот вроде бы ну человек сам вытащил карту из-под низу и вроде на первый взгляд на к нему не иметь никакого отношения да а вот имеет оказывается нового супер сейчас же мы возьмем другую историю если ты с этой все уже или там еще что-то нашла все но и главный вопрос от за который приходит по большому счету это что нам поможет ресурсы где вся ресурсов можно и целых три отлично в раз мне кажется даже задних рядов увидеть назад нельзя тут написано на так я почему-то его взяла давай рассказывать а просто так 2 так и 3 еще рода уже потому что рыженькая потому что рыженькая отлично и третье сейчас будем про каждый из них разговаривать набор тоже интересный итак ресурсы назад нельзя это про что для тебя кто-то главный мой вопрос при работе с любыми метафорическими картами на самом деле назад нельзя куда в чем ресурс этого вообще я имею обыкновение начинать несколько дел так это ресурс получается ну вот это в чем он заключается то есть ресурс у нас получается успеешь больше больше да так получается назад нельзя потому что лично хорошо клади туда так вот так прикинь рыженькую карту вытащил называется не видя что там написано потому что я очень много говорю рассуждаете теоретизирую вот это такое и как почему это важно иван андреевич чернышевский не родственник а просто так однако на вопрос что делать часами может отвечать хорошо то есть как записать его тогда в чем ресурс так и записать быстро ну вот расскажи там не всем видно то есть цвета и пятна видно что то что увидел бы на карте а здесь в свете человека вот цвет это вообще важно потому что здесь но это его это его это его энергия жизни но вот здесь еще знаете как тарелка такая космос я знала что не не обойдемся мы без этой темы правда правда вот и здесь человек через книгу и вот он получает проводник то есть подключаешься к полю знания это и записать да чтоб подключаешься к полю запидачей книги подключаешься к разному великом как и запишем куда вода так ну и собственно вот сейчас если ты посмотришь на всю вот эту логическую цепочку все вот это еще мы начали куда шли что это я почему еще не там и вот ну если так уж совсем то наверное это и дальше же должно быть они сюда должны здесь чтобы было логично да как ты пишешь вот посмотри на это все и расскажи мне то как ты думала про эту задачу сколько у нас на это ушло времени кстати кто-нибудь засекал минут сколько 15 до ужасно невыгодно для психотерапевта ужасно особенно тех кто на почасовой оплате в ужас ну ну что 15 минут безобрази так значит да поэтому конечно мы до этого должны собирать она мне что-нибудь долго делать вот после такого процесса для тебя как изменилось вообще отношение к твоей задачи изменилось ли оно то есть ты вышла с вопросом я не знаю правильно ли я хорошая реакция что туда так ну а что как какой сухой остаток у тебя от этой работы есть ли он а то может мы тут просто дурака валяем собственно и от меня ира умного ничего и не ждала то есть уже хорошо но но все-таки там книжный шкаф там не написано ничего то есть не везде есть надпись это забор сперми то есть если у тебя будет такой ресурс в жизни этого ты с этой задачи справишься как-то ну возьми ее себе пусть она тебя освещает этот путь у нас вот этот весь процесс он что тебе дал я пытаюсь фишку разумного ответа добиться уверенность в чем что фигня это все полно я верю тебе абсолютно потому что я эксперт у невербальной коммуникации я в 105 мало туши на ничего говорить человек но я смотрю как он делает сейчас ты говоришь так я верю тебе спасибо тебе большое и если ты напишешь свой проект ну в смысле на бумажке я тебе поставлю волшебную печать могу на руку поставить есть волшебная печать на которой написано можно можно чтобы мой проект был успешным можно ну просто большинство людей за этим вообще приходят на самом деле ну типа вот затем чтобы можно можно да можно макси а ты знаешь куда я тебе ставлю сюда этой печати за 5 нарывать и что у него такое прямо заманчивое место есть у макса вот значит можно подожди вот теперь качество самое главное первая карта была ну расскажи какая она так мне пока как будто я понимаю было написано памятник идеальному человек когда ее вытянула я так и поняла что когда я все время спрашивал себя вот имею ли я право этот проект совершать достаточно ли я хороша тогда у меня для тебя есть стишок пирожок оксана думает что если все дело чуточку быстрей то перед смертью будет время поделать что-нибудь еще это первый а второй такой тебе оксана очень не любила себя за перфекционизм взялась однажды мыть посуду и вот пожалуйста ремонт но это лучше чем третий воду для перфекциониста не серы нету не огня а лишь слегка не симметрично стоят щербатые котлы как что в общем уже памятник есть уже все можно уже можно двигаться ура спасибо тебе большое еще раз спасибо 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 значит вот этот метод но собственно он обычный да наверное для проективных методик но мне хочется чтобы вас вот эта модель уложилась поэтому запишите пожалуйста основные вопросы эту старая цыганская боже мой методика веками проверены но она облагороженная там методами науки называется модель скорк не буду не буду объяснять сейчас почему много говорил нас мало времени для этого значит что сейчас для тебя актуально что сейчас почему ты пришел с этой задачи что что актуально для себя это первый вопрос соответственно просим человека чтобы он вот в открытую выбрал эту карту на самом деле это очень интересно потому что все равно даже очень как это было да как выбиралась все равно просто крыженькая там на можно более подробно можно смотреть искать но в этот момент что происходит и когда человек ищет если просто так то что сейчас для вас актуально ну особенно перфекционист уже надо же правильно ответить же а вдруг я сейчас не точно отвечу что сейчас и обычно это 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 болезнь белого листа или это болезнь моя на всех вечеринках все знаешь что я мыслью анекдотами это это правда и и в этом скажи какой-нибудь анекдот и тут я и сдулась ну какой-нибудь от чего-то оттолкнуться когда начинается игра найди карту которая похожа на это я уже не думаю насколько это правильно я уже играю в другую игру все то же самое может быть там с игрушками чем-то но здесь в чем прелесть что они ну как действительно надписи это это игра с городом в каком-то смысле если у вас нету колоды карт метафорических под рукой но вы идете гулять любая вывеска любые надписи сейчас спасибо маркетологам они стали очень талантливые и креатив нет ну правда там 10 лет назад было нашему майонез лучше потому что майонез а сейчас там мечтай созидай майонез ну то есть гады гораздо проще лучше по магазину можно ходить гадать этой самой истории но не гадать у меня сейчас не федов убьет за слово гадать он очень не любит когда я так говорю но консультироваться со вселенной скажем так это лучше правда да что сейчас актуально вот соответственно второй вопрос это вопрос ну а что ты хочешь что что тоже очень непростой вопрос на самом деле потому что очень часто не было не было не было не было не было не было всего этого вот ну типа да хочешь чтобы было что трудно на это ответить да потому что сознание опять же входит в клинч уже на все варианты из имеющихся восьми она попробовала остальные 999 и никто не показывал этой голове поэтому опять же если мы метафорическим образом переводим внимание на карту что похоже ну тут думать не надо слава богу слов не надо образом виднее да что хочешь соответственно ну то есть желаемое состояние если говорить более строго это модель получила нового наупи называется скоро а в наупи мужицкая называется ажепре красивым английским французским видимо словом и тоже сейчас поймем почему желаемое состояние да то же самое вытащили карту и обязательно задаем вопрос почему не просто вытащили карту этим отличается наверное там откат таро или какой-то истории где эксперт есть который тебе расшифровывать что ты вытащил аура сома да там что такое здесь нет здесь я всегда спрашиваю почему в этом смысле мне очень смешно когда нам с антоном обязательно и с максом там раз в месяц а то и чаще приходит обязательно в фейсбуке и там вконтакте в социальных сетях письма знаете я купил вашу колоду только вы забыли вложить в нее интерпретатора где взять интерпретатор на что такое интерпретарь ну что каждая карта означает то гадать ты как говорим ну блин гадать очень просто за эти вопрос почему именно она и вы услышите самый точный интерпретатор в мире для этого отдельно взятого человека до 3 это эффекты какие будут чему это приведет как изменится мир после этого твой четвертое это собственно вопрос на препятствий почему ты еще не там на этом этапе возникает мотивация человек вдруг понимаешь что я хочу туда он же в прыжке застыл быть ну отлично того мы пока еще не умеем летать да действительно что надо чтобы полететь вот начинаем думать почему ты не там что мешает дальше мы как перефразирую кавказской то нам мешает ход нам поможет ах и после этого мы вытаскиваем ресурсы почему их всегда больше чем один потому что ну как три мне нравится число три карты но можно и больше потому что важно что всегда был выбор то разнообразие откуда брать доступ всегда тоже эта идея иноуперская что решений много даже когда тебе кажется что она одно это значит что ты просто всегда ездил на такси никогда не смотрел на карту города можно пешком дайте тебе просто не приходила в голову туда смотреть вот ну и соответственно потом все это соединяется в одно если вы каждый раз дайте вопрос почему вы получите очень глубокую терапию она у вас гораздо быстрее пройдет потому что я-то каждый шаг еще вам объясняла там показывала когда вы это будете делать в парах тот кто хочет напоминаю нас тут никакой обязаловки на эту тему нет то гораздо быстрее это все произойдет мы с удовольствием там представим в нескольких тут точках россыпь вот это сделаем вы можете объединиться в пару с кем хотите можете даже о ужас это конечно просто на демонстрацию это было сделать нельзя а в индивидуальном формате можно о ужас вы даже можете не знать о чем говорит человек даже может придет без слов вообще и все равно это сработает ровно за счет идей знаков или ну метафорических карт так как таковых терапевтических ну вот понятно значит я вам предлагаю сейчас мы тут разбросаем их и и вот если там росыпь всяких карт здесь у нас она будет лежать там как шосс можно было там отовсюду взять туда вот там на стол с той стороны положим и смотрите у нас есть колоды разные это базовая колода месяц ответы хорошие плохие в кавычках там есть ответ скоро будет счастье есть ответ увы например вот ну и в этом смысле это такая очень точная штука но после этого эта штука не внезапно выстрела мы вообще сделали для себя и внезапно она прям ну вот как-то была очень воспринято народом пошла 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 и люди нам стали выслушать и скоро новый год сделать нам колоду где вообще одни хорошие ответы сделайте где сделать и ресурсную колоду 9 все только хорошие карты а у нас как вы понимаете естественно мы какой был труд выбрать из там тысячи штук 80 у нас полно мы с удовольствием значит сделали ресурсную колоду вот она у нас в зеленом мешке поэтому если кто-то хочет только про хорошие да можно же вообще миновать вот эту часть можно просто что ты хочешь что тебе поможет все совсем краткий экспресс вариант и пляжный всегда чтобы пройти вот такая штука когда она у вас с собой вы всегда будете при чая при бутылке пива вы не знаю что вам там нужно при сигаре при сигаретах что заработать себе на еду это проверено то есть у нас народ писал что референдуют и студент конечно я ужасно я нахожусь в солидном заведении привожу такие чудовищные примеры но просто мне тут некоторые говоришь психолога мало платят и вообще это есть ребята вот ребята рассказывают что они были в крыму отдыхали у них украли все вещи и кошелек и все у них вот но у них была с собой ресурсная что важно колода и они значит написали табличку типа не видите решение проблем у нас тут типа типа позитивное гадание ли что-то в этом духе не фёдов не убивай меня за слово гадание пожалуйста пожалуйста это метафора такая это я ему туда на всякий случай потом посмотрит пленку и как ругаться будет что-то все серьезно вот поэтому значит они там новый человек там вот как мне там достичь в семье гармонии задает вопрос и вытаскивает карту мне уже все можно вот это я действительно все спрашиваю можно мне выйти просто позида выйти это человек там году аж как мне найти новую работу знак свыше если ты хочешь что-то сделать но не решаешься и ждешь знак свыше то это он иди и действуй все получится вы серьезно да а сколько стоит но они там говорите по сколько не жалко и в итоге они всегда были накормлены и даже на обратный билет себе но до собрали до какой-то точки там но не не до москвы но там докуда-то откуда уже могли перехватить черт вот ну то есть я просто говорю потому что да вот такой есть еще у нас у нас будет отдельное место для ресурсной колоду давайте вот здесь допустим да вот значит вообще не факт здесь серьезные люди макс что я куда все соберутся я знаю это последнее будет о которой я скажу значит у нас есть колода отдельная с вопросами колоды с вопросами это особенно для тех кто еще я уже не знаю чего мне хотеть у меня уже все есть мне не о чем думать я зашел в инстанциальный кризис типа все понятно да ну да да ты будешь отлично вот тебе открывает это написано ради чего действительно и пошел думать любит вот теперь есть все в работе и и самое смешное творжете а я ну я тоже ржу и но то есть для меня очень важно чтобы легко и радостно было у меня даже в подписи в электронной написанности светло и легко и правда мне это очень важно но методически точно серьезный важный момент это опять же в выталкивание человека с его обычного пути с его проложенной колеи куда-то через дворы надо зайти до написано мирская суета нет не слышу и генот через сквозь эту призму попробую посмотреть на ситуацию мушку вопрос возникнет или там еще что-нибудь такой типа а ты точно художник вот это вот одна из моих любимых карт из колоды вопросов то есть а на стратегических сессиях вы себе не представляете как помогает когда человеку достается ход чего-нибудь сказать и до него уже все сказали он такой несчастный стоит и тут ты там что-нибудь такой муж типа вы готовы изменить себя и он видать и там пошел спичит да вот колоды с вопросами но пусть она где-нибудь будет там вот в том углу я туда ее отнесу значит есть у нас еще колода для тех кто знает английский язык тоже мы там все по просьбам трудачих дальше происходило удивительно просто насколько на этот проект откликнулся мир это для меня огромное счастье для нас тоже прям большой праздник что наш с ним извините за выражение совместный ребенок так популярен сказали ребята а мы часто едем за границей у нас есть преподаватели английского языка а можете сделать то же самое на английском мы поняли что мы можем наши запасы мужик там моменту сделала группу в фейсбуке знаки вселенной народ стал туда кидать уже интернетные какие-то кто-то уже стал эта игра знал захватывает народ пустала вдруг понятно что можно путешествовать и передвигаться по городу весело не просто тупо а вот еще и вот так да и на английском языке тоже нам отовсюду присылает разные штуки вот вот бедю дутус тусы и взвод today для тех кто знает английский и они такие всякие тут тоже очень интересные вот don't stop например это всем понятно я думаю не не остановлюсь продолжай вот это это там у нас будет там в том углу где-то лежать вот эта колода по заказу ваших коллег сделано товарищи психологи обратились к нам и сказали вы понимаете не неверно и первым стратегически что на колодах есть надписи нам нужны в чистом виде ассоциативные карты они не предполагают формата все каждая сажу кто кто это сказал вообще можно подумать 6 какие-то ученые которые какие-то стандарты разрабатывать лишь и нельзя у меня татуировка на руке написано можно выскажите мешать нельзя это правда могу показать ну в общем мы сделали для них колоду раз им так что ничего нельзя мы сделали колоду с одними картинками тоже граффити тоже некоторые из них вы даже может быть видели на стенах тома вот это из москвы например руку было там что-то я видел надо у кузнецкой она была долго по моему вот клоны там тоже оттуда же где-то тут их видел здесь в общем тоже здесь а вот это пермская тоже одни к одни картинки короче без слов и тогда людям проще вообще картинками мыслить и они там что-то понимают вот это вот в таком мешочке мы ходили просто разложим до чтобы у вас была возможность но и последняя моя самая любимая колода моя самая сейчас еще 2 у нас готовится с любовью вынашивается эта колода которая понимаете мы очень приличные люди мы люди с высшим образованием мы в профессиональном сообществе поэтому когда мы готовили наши базовые колоды мы очень много чего подвергли цензуре хотя карты были прекрасно но в смысле но но цензура но прекрасно но цензура и тут по-моему макс чуть ли не у тебя эта идея возникла тогда нет не у тебя а макс это наш как раз ангел который менеджер этого проекта он людям разводит карты там рассылает по всему миру их ну то есть вот обеспечить встречу людей с холодными давайте вы тоже тоже на это когда вы так давайте выпустим 18 плюс за цензуренную колоду то есть все то что не вошло в обычное по соображениям цензуры она называется хулиганская что провести какой страшный эксперимент а провокативный да обычно она отвечает очень точно то есть точнее по крайней мере люди понимают с первого рождения видим еще элемент шока добавляется такой вот я я про эту колоду расскажу когда она только вышла мы с моей подругой летели в турцию и сидели рядом я ей эту колоду подарила и она сидела в нее значит в самолете там смотрела ржала а рядом с нами все очень солидная женщина такая прям ну когда я говорю солидная женщина я именно это имею ввиду сейчас я покажу языка была прическа ты мне золотые перстни какой-то там и в саларан было написано везде где только можно ну то есть было видно что человек солидный она потом и сказала что она владельца магазина там в сургуте что-то такой в общем ну солидный человек очень серьезный и на как-то косилась косилась у нас на что такое делаете что-то у вас за гадание такой виды нет не гадание так это вот игра ну что это за игра ну задаешь вопрос получаешь ответ я тоже хочу ну мы такие но увидели тут карты 18 лет явно старше 18 сказал ну в общем да ну смотрите мы ей даем и она значит я просто скажу как там было потом ладно с этим и она такая ну нет вот я хочу по и она прям всерьез вдруг тоже к вопросу что людей на загонять на психотерапии да у них нормально все у них только даем вопрос задать никакой поверхности мне нужно выяснить мои отношения с сестрой на полгода психотерапии а вот про себя думаю я а то и больше она вытаскивает карту а там написано улыбнись сука видеть не могу твою кислую рожу она да так всегда вот точно а мама для психотерапевта как вы понимаете чудовище это очень обычно связано со слезами соплями и всякими прочими ужасами и вытаскивает на вот эту карту это значок который изображает аквариум в котором плавает рыбка и в этот факт она так на это все смотрят точно как вы понимаете у меня нет задачи я же не психотерапевта слечу в самолете у меня нет задачи уточнить но явно человек что-то понял я так и чё с этим делать сама спрашивать достает карту а там карта была такая вот кстати она и попал я не знаю как ее озвучить здесь такая поговорка может быть кто-то из вас ее слышал на словах и нарисован лев толстой а на деле ну провокативная колода я же говорю хулиганская 18 ну и кто на деле ну такая есть поговорка и частушка русская народная была еще на словах ты лев толстой она такая была еще вот такая штука и она такая да это чё это я действительно все га болтаю болтаю до съездить уж надо к маме то просто игорь спасибо я все поняла про жизнь а чё а где такое ну то есть дальше уже началась про продажа а не вот вот до этого я еще все никак то есть может быть еще немножко своими тараканами поработаю и выглядишь да и вступлю и в этот эгрегор тоже но пока их пока нет вот вот поэтому здесь вот вот например тоже одна из моих любимых карт ну в общем короче если кто хочет погорячее и обычно очень хорошо работает вот колода в каких случаях когда клиент ничего не понимает не понимает как с ним связано не понимает почему карта что за фигня здесь гуляет а простой вопрос здесь в открытую а например когда в закрытую карту выпадает это когда такой механизм встроен это уже очень просто с этим играть то о чем у меня будет этот день спрашиваю чем у нас закончится тренинг давайте спросим мне очень интересно именно у этой очень страшно конечно боже не носи трусы то есть видимо ира то что ты хотела от меня все-таки должно случиться да в общем в общем после этого уже действительно стал только практике перейти хулиганская колода знает ответ вообще на все вопросы человек обычно протрезвляется мгновенно от шока вот поэтому вперед получите удовольствие обычно я там музыку делаю в качестве некой отбивки времени но я ее поставлю она может быть будет не очень громкая но будет так просто здесь наигрывать давайте я вам дам там на минут десять на вот это исследование вполне можно это успеть в паре даже сделать в обе стороны или по развернутой большой схеме или по маленькой схеме типа хочу вот этого что мне поможет или просто вопрос почему мне чего-нибудь не получается вопросы надо нет как вы знаете если они у вас есть вот для них инструмент кубик можно монетку еще проще конечно зачем приходить и платить деньги за мастер-класс по знакам вселенной то вы в израиле короче я вам предлагаю в это поиграть если вам никто не нужен ну сами с собой можно типа ну то есть это же ну все все доступно единственное что наверное мы вас попросим чтобы просто колоды не перемешивали между собой то есть у нас есть где смешанные там пусть и будет а так но если мы просто там в разных точках разместим можно вокруг них там как-то да можно в россыпи раскладывать да и и там смотреть так я хулиганскую положу вот сюда тогда да вот сюда понесу вопросы пусть они у нас здесь будут это вопросы да это граффити здесь граффити да здесь вот вот у нас вопросы с вами если кому вопросы нужны именно да да и на английском языке если здесь есть те кто хорошо то они пускай будут здесь ну что возвращаемся я дальше обязательно всегда на тренинга спрашиваю после упражнений кому удалось получить удовольствие ира я спросила кого удалось получить удовольствие смотри твой запрос удовлетворен похоже хорошо ну вот собственно удалось вам познакомиться с этим ну вот инструментом как инструментом да да нет но чуть-чуть этот инструмент он не нуждается прямо обязательно в каком-то такого вот четко ну инструментарий таком как обязательной колоды еще раз говорю ходи по магазинам это вообще мне всегда очень нравится первый раз тоже у меня началось это понимание вот теперь именно знаках вселенной расскажу чуть-чуть а потом с удовольствием на ваши вопросы отвечу почему все-таки колода именно так называется потому что если говорить там про вопрос доверия к миру то конечно там подход ответственности подход там что человек сам кузнец своего счастья там вот эти модели smart и прочее они говорят о том что человек должен поставить цель там чесать к ней там вижу цель не вижу препятствий все здорово но например моя жизнь из себя представляет действительно череду каких-то совпадений мне иногда кажется что меня кто-то берет за шкирку из одной области коробки перекидывает другую и моя жизнь на меняется очень сильно вне зависимости от того как человек предполагает а бог располагает и серии так то есть если бы мне кто-нибудь сказал бы там ну когда в школе учил что я стану психологом я бы его побила правда потому что моя постоянная психолога было чудовищно и этого бесформенное существо в очках вот в серой кофте обязательно вот с таким пучком который приходила давала тесты потом смотрел и уходил и все если мне кто-нибудь сказал что я стану этим я только не этим да ну правда но я закончу школу восемьдесят девятом году ну ну так вот был был у нас и конечно ну то есть невозможно себе представить я и сейчас не могу себе представить куда меня занесет там где-то через 10 но есть тем не менее все на какие-то опорные точки и вот в тех самых ситуациях когда человек ищет ответа когда он обращается к миру со словами все что я делал до этого я все делал но но я не получаю это очень куда мне идти что он не идет дальше и в этот момент срабатывает ну то что я называю я кстати очень в этом смысле хороший психолог я стараюсь это сам реклама рука минуточка было я стараюсь как можно меньше мистики использовать хотя в моей жизни очень много я не могу никуда и деть ну то есть ее до хрена просто но я стараюсь когда все умно объяснить у меня на все есть объяснение как для левого пуша и чтобы люди не пугались меня хотя вот иначе же я совсем буду выглядеть как шаман сумасшедший нет нет я пока еще нет то есть чуть позже может быть ну пока нет и ну в этот момент человек обращается к системе большего размера ко вселенной если хотите богу там куда-то но то есть со словами что ему хочется сейчас на языке института психоанализа хочется войти в детскую позицию искать папа скажи мне я прав или не прав мама скажи куда мне идти дальше я молодец ну то есть он правда когда не знает и впадает сознание вот в это и соответственно проецирует туда всю эту историю не как-то наоборот в небо и это небо она обязательно ему чего-нибудь договорить и дальше очень интересная история когда мне начинают там писать люди таня а вот как понять знак вселенной он там туда или не туда вот если я там хочу переехать там жить там у меня был участник тренинга один который рассказывал своими квадратными глазами что я хотел переехать жить в питер по работе там ехал должен был ехать на собеседование взял билет на поезд и на поезд опоздал причем я очень то хотел но я попал сначала в пробку потом там я забыл в такси сумку с документами значит пока возвращался таксист в общем я опоздала на поезд я себя ужасно ругал я взял ну на следующий уже поезд не шил не брать билеты все было уже весь нервный решил что утром полечу на самолете а выяснилось то что этот поезд разбился ну вот помните там была такая авария несколько лет назад десятом кажется году когда там несколько вагонов средств последние сошли и там люди погибли у него как последний вагон были билеты и он ко мне с этим билетом приходит и говорит я ведь ну видишь я на тренинг пришел он должен был улетать я не улетел сегодня потому что я понял что если может мне не надо лететь тогда вообще раз такое делается вот как это работает мне люди спрашивают какие-то мистические истории и с одной стороны я действительно но в хорошем смысле этого слова мистик и в моей жизни настолько много каких-то волшебных как я говорю через теории невероятностью моей жизни происходит очень часто то есть то чего не может быть со мной происходит ну например там я по поводу игорь с городом мы с друзьями были в китае в шанхае мы уже уезжаем москву я бегаю там по друзьям дайте дайте мне денег денег дайте кто-нибудь наличных мне нет денег и мне там один из наших друзей саша протягивает 100 долларов мнением не надо местных в этот момент на меня сверху падает один юань монету кто-то кинул и кто-то кинул с этого вот ну я себя иногда чувствую героинь и кого-то очень такого кино причем жанр кино такой такой очень иронический лирический фарс какой-то на кого-то да и падает на меня один юань кто-то там стоэтажная это гостиница кто-то у меня ким больно было между прочим и тогда 2 там сашбит тебе зачем не гулять замотать чемодан в аэропорту отстань некогда уже там все мы замотаю я сам заплачу и отстань ну хорошо но за просто во вселенной отправлен же уже поэтому мы приезжаем а я всегда там и они все-таки собраны и у меня там сюда вечно где-то там я еще кому-то я таком платье я зацепилась там подолом я выхожу уже там все давно уже стоят чемоданами станем а я да сейчас я тут вот распутаюсь из этого все и в этот момент когда сильный порыв ветра я получаюсь на сцене то есть они там все стоят этот вылезаю из всех значит вытаскиваю юбку из двери который там зацепился и вот мой порыв ветра приносит зеленую бумажку на грудь все так и удерживает ветром я смотрю что это это купюра 100 тысяч хорватских динар в аэропорту шанхая причем ребята которые мы ездили эрудированные они тоже в шоке питания ты же денег просила смотри тебе откуда-то их надуло похоже причем второй парень который такой очень умный говорит да из дырки во времени какой-то еще к тому же надуло потому что хорватских диван не существует с тех пор как еврозона так на минуточку стою в шанхайском аэропорту с купюрой которым не принесло ветром и говорю я богач у меня есть 100000 чего-то и это не важно то есть мне вселенная говорит хватит париться о деньгах они у тебя есть даже когда их нет уже в этой стране в принципе у тебя не есть я все рада то есть моя связь да вот эта работа для ржать но еще раз говорю в моей жизни очень много вот этих совпадений поэтому у меня ну нет мистике очень легко но если никому с мистикой сложно поэтому я им говорю никакой мистике нет есть только работа сознания которая фильтрует информацию так или иначе и человек который на чем-то зациклен он не видит ничего другого и как только его вот собьешь прицел сразу раз и весь мир открывается вот проведу подлый эксперимент который провожу всегда некоторые со мной 10 раз его играли это неважно у него можно хоть сто раз играть он всегда хорошо проходит вот пожалуйста оглянитесь и во всей аудитории запомните как можно быстрее просто все предметы красного цвета какие вот то видите вот все быстро это сделаете оглянитесь то все закройте пожалуйста глаза сейчас закройте глаза пожалуйста и вспомните все предметы желтого цвета какие тут есть да а сейчас откройте глаза и посмотрите если тут желтые предметы да и что из них вы вспомнили деда ну понимаете да вот хочу вы заржали то есть я это всегда так бывает да почему ну да ну да не то должны спрашивать не это должны были как так туда и внимание на это не обращаешь но и смотрите идея очень простая мир он гораздо больше гораздо тысячи раз чем мы способны осознать осознаем мы всегда то что является фокусом нашего внимания то что для нас значимо и важно то есть например вы никогда не обращайте внимание на кислородный состав воздуха до тех пор пока не начинаете работать в шахте например или на вредном производстве это ваша жизнь зависит ну да или там на температуру в комнате вы не обращать внимание пока не заведете там орхидею или голову хомячка какую-нибудь там эту голую кошку который там продует не да есть подруга которая просто закрывает все что не дай бог этого сфинкса и и что-то и она это прям чувствует где ты чувствуешь это нету никакого сказки как-то для тебя нет а для него есть и действительно она ну то есть она это правда не выдумывает это действительно но чувствительность повышается это значимый параметр поэтому в этот момент точно такая же идет метафорическая игра глобальная когда мы задаем вопрос наружу и и нуждаемся в ответе но только здесь уже важно чтобы он был со спецэффектами ну ты чтобы такой был явный уже вот и поэтому здесь работает очень простая схема ответы приходят опять я все туда же и приходят они так эти как повышением громкости от тихого к громкому то есть и сначала очень тихий ответ да или нет надо не надо если как-то не услышал погромче если он то не услышал погромче если он это не слышу по башке уже там да как тоже я рассказываю историю может быть даже подруга это меня смотрится одна которая значит варить что-то блин я не знаю темную работу или не идти потому что там деньги с одной стороны с другой стороны мне не нравится все-таки ну в итоге выбрала и пошла хотя тоже там сначала что-то не было в нигде так что-то письмо не отправлялась какая-то была вот эта вся штука ладно потом она пришла на эту работу потом оказалось что я обещаю что она будет работать в сокольниках она работает там типа на севастопольской что-то вообще в другом конце ну и это тоже и это мы все равно вот но кончилось с тем что нам звонит вот и ну ну это мы не хочу меня ноги на эту работу не идут ну не ходи возьми не ходи как это ему ноги не идут звонит мне и ржет ягод ногу сломала прикинь ноги не идут но это что даже да то есть это ну это это тоже такой механизм если начинаешь замечать как он раскрывается везде да то ты на эти знаки опираешься важно только все равно с точки зрения опять же отличие нормального человека от шизофреника в том что я понимаю что ответственность на мне это я ищу это я захожу это я радуюсь это у меня и сайт возникает ну то есть или если я мистик то я говорю спасибо господи это очень доходчиво я понимаю все я пошла пожалуйста спасибо типа то и как-нибудь еще поэтому здесь это уже вопрос вашей веры там это вопрос уже внутреннего никого вашего там духовного наполнения на эту тему я ничего вам не могу сказать если бы у нас было там 10 дней нам было бы куда пойти в разную область но в этом случае игра всегда происходит так это тоже к вопросу однако вселенной я ничего в открытую не выбираю здесь вопрос происходит ровно в том чтобы вытащить что-то в закрытую когда я задаю вопрос да а какой самый сложный вопрос мне здесь могут задать и получается тянет в космос то моя задача ну эту связь найти я могу ее не понять и тогда я говорю ну хорошо расшифруйте мне пожалуйста как будто там кто то есть расшифруйте пожалуйста миша это значит тенькинг а говорю я то есть самый сложный если человек молчит если его он получил карты и он не может найти никакого ответа что же делать тогда ну то есть вот ко мне сейчас как пока вы играли подошел чек спать а что делать если мы там клипы пациент мой клиент он не дает никакой интерпретации как с ним быть ну собственно говоря во первых можно давать интерпретацию все теми же рисунками картами всем остальным во вторых можно спросить если кто-то кто мог бы дать вот например тот художник любимый не федорский вопрос вот тот художник который это рисовал вот он чего имел ввиду как вам кажется чтобы он сказал если у него спросили а что здесь нарисовано чтобы он вам рассказал в этот момент опять же это обманка сознания игровая да когда будет я за это не отвечаю это какой-то художник и все оно выдает ровно то что нужно поэтому вот такая штука тоже здесь здесь это от вселенной когда она всегда приходит внезапно и неожиданно и это уже экзистенциальный вопрос что мне со всем этим делать ну вот ты и если что я точно знаю что по своему опыту по крайней мере сколько не пытаясь от этому сопротивляться проще как говорится расслабиться и получить удовольствие чем дешевле выйдет быстрее то если вселенная тебя уже к перемену это ну тоже ногу на работе сломал уже уже пойми что у меня такой был момент когда я не был момент когда сломала ногу я ехала в скорой сочинял себе стишки пирожки и писал их фейсбук там был себе сломала тани ногу и рады все ее друзья она прикована к постели все знают где ее застать или там себе сломала тани ногу сбылась давнишняя мечта работы чтобы дистанционные сериалы посмотреть что я до этого ныло что у меня нет времени что столько сериалов интересных конечно смотреть кино а мне некогда на спасибо ну и так далее вот задайте мне пожалуйста вопросы какие-нибудь какие у вас возникли по работе по вашим каким-то ситуациям пока меня не выгнали у меня еще есть несколько минут где купить наши карты в маккарт можно купить а они там всегда да можно купить в белых облаках прямо зайти в магазин это же там все кроме там кроме или там 18 нету там да они приличные слишком они нашу хулиганская колодок там нет или можно просто на сайте знак вселенной на нашим купить или вот вот макс который лично их всем там раздает разводит вступайте в нашу фейсбучную группу она такая некоммерческая группа знаки вселенной где народ просто кидает что увидел иногда туда год а мне на день сегодня открываешь группу и чё там попало уже тоже народ там общается что чуть-чё какие еще до нужно но 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 смотрите это вопрос ведь ну сейчас тут есть три вопроса разных для меня я попробую на них на все три ответить да первый вопрос это вопрос нашего контракта с ним мы с ним чем занимаемся если это пляжное гадание я за бутылку пива тут ему раскладывал пошел психоанализ ну моя задача как можно быстрее на вырвать у него из рук с хотя это куда это шутки вообще-то чё это одна история да если я консультант и психолог то конечно же кроме этого инструмента у меня есть еще довольно много всего и возможно я очень счастлива что он пошел там куда-нибудь в глубину в травму и куда-то еще ну и я не отлично но я знаю большое количество психологов то счастлив что человек наконец-то там докопался до какого-то своего катарсиса там того чего защищала тут вдруг и дальше тогда я откладываю карты в сторону и занимаюсь там рим притингом и чем это должна заниматься вот ну чем-то да соответственно ну то есть это это смотрите я так люблю игру в нами заметили что это мое поле я в нем ну живу это очень легкая точка входа через которую мы очень легко защиты преодолеваем потому что ну не серьезно ну это же игра дурацкая причем да и третий вопрос здесь скрыты в вашем да он в том что если что-то идет не так а у меня вдруг нет такого инструмента но вдруг ну на самом деле ведь вот эта схема она содержит себе полностью ресурсный цикл а вот то куда ты сейчас идешь это какая карта вот это окей а для того чтобы это преодолеть куда ты хочешь из этого выйти вот сюда то есть я же могу даже не знать содержание да ну туда пошел хорошо ну я продолжаю вместе с ним это сделать я это никак не оценивает и не интерпретирую моя задача только говорить ему что есть дорожные знаки продолжаем двигаться там из пункта в пункт б заехали функции отлично сейчас мы здесь на что это похоже на это а надо нам куда туда отлично а что нам поможет вот это я сейчас говорю полную не заметить и отсутствие содержания чистую структуру только сына упиши на и мышление чистую структуру но но она поняла то есть ее можно наполнить любыми картами если карт нет под рукой наш любимый процесс с моими друзьями мы гадаем на песнях машине особенно дальняя дорога есть специальное радио для гаданий потому что но совершенно чудовищный в плане подбора этого ну как на за контента да там все что угодно может быть от шансона до голубого вагона реально в носе детской песни химии что-то я вдруг подумал что-то уже ужасно совершенно в контексте шансона назвать в общем короче называется милицейская волна это радиостанция и на них гадать одно удовольствие и причем там бывают такие песни которые которые я не слышал например ни до ни после мне кажется что они возникают каждый раз чтобы мне ответить на вопрос ну ну правда тут как-то у меня был момент совсем если из анекдотов брать как которая в корне однажды изменил прямо весь мой вечер когда мы ехали с компанией то моих приятелей которых я встречала из аэропорта и на него давайте гадать давайте гадать и она еще более подлое гадание придумали такое разыкались они не сам человек задает вопрос а типа вот тебе на заливаться вот для для там для вас его такой вот это для танец а для то ничего не там с личной жизнью уже наконец они все че волнуются за мою личную жизнь почему вот и следующая песня она нас на это просто следующая песня начинается так это просто надо чтобы к вопросу о теории невероятности да и о мистике в моей жизни милицейская волна радио песня тетка поэт таким прокуренным хорошим шансоновым голосом если нету жизни личной значит хватит быть приличной и дальше там дальше там есть подробная инструкция что надо там короткую юбку красную помаду декольте я предпричаливаю к бордюре так подождите я не могу вести машину сейчас очень важная сейчас консультация произошла я да ну то есть в общем это это вопрос настроя игрового чем я более в игровом настрою чем мне веселее на это так тем проще мне найти где угодно ответ вот так наверное да но если я заработаю за пиво конечно иначе мне никто не заплатит на пляже это шутка нет это правда но 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 в смысле что зачем надо понимать вопрос цели как народ вот требует иногда прям интерпретаторы каждой карте мне это неинтересно но то есть у меня я это делаю вот тут нет сейчас у меня пошел поиск транзируется нет делаю это в одном единственном случае я это делаю когда я например провожу assessment или собеседование с помощью металлических карт конечно интерпретирую вижу то что я хочу увидеть ничего человеку не объясняет это способ отбора для меня это моя задача и все до проективной методики до отбора почему нет они очень хорошо все пока но извините если человек выбирает карту на тему как ты себе представишь когда ты станешь в свою работу ну то есть вот эту карту мне показывает там написано власть это впереди такие большие буквы вот мне кажется так понятно даже стыдно это интерпретировать становится вот как будто заглянул человеку куда-нибудь шкаф а там вот ну в общем а то а в терапии нет что насыркнуть или элементарно точно так же вот задаются вопросы которые бы вы задали ну на собеседовании просто вы просят них ответить а также в уж метафорические карты используются смотрите что такое сс мы давайте начнем танцевать от печки в том контексте которым я говорю если но условно я как консультант для меня нанимает компания для того чтобы я помогла выбрать допустим из 10 президентов 3 на какую-то позицию и асс мы скорее всего скажешь это будет не там стойлер потому что там чего а конечно это какая-то soft skills то что называется там менеджмент допустим да ли что-то руководитель чаще всего это какой-то проектная какая-то история да вот соответственно надо посмотреть человека в действии я придумываю какие-то игры где человек себя проявляет решая какие-то типовые или нетиповые истории и в том числе очень интересно какие он подбирает карты карта же это просто повод ответить на вопрос почему так если просто так спросишь а почему как мне очень нравится этот на сухую я называю это собеседование какие у вас ценности мои ценности семья профессионализм и патриотизм а почему у вас ценность семья потому что семья это ценно спасибо большое на пиздец вы простите меня конечно но тоже ну то есть это ну а я таких очень много собеседований видела к сожалению а это просто ну повод ну когда то что называется раскрыть кандидата да конечно шожу выберите есть пожалуйста то что там соответствует вашим ценностям и почему выбрали минуту карту что у нее такого а выберите как его и максимально не соответствует вашим ценностям вот если у вас компании работала человек который надо было бы уволить потому что не соответствовать а вот вашему центре вашего коллектива то что из этого было бы почему все это еще раз это точка входа не смотрите ну как сказать это не как это объяснить то все равно работает человек все равно работает специалист работают не карты это повод но между прочим пикаперы тоже их очень любят что просто так спросить девушки а что вам больше всего нравится это пошел ты нахрен девушка какой бы вы выбрали карту чтобы послать меня нахрен куда именно надо пойти да вот сюда вот вот сюда а почему именно эту русскую и уже там это вы так меня послали нахрен что я не сразу осознал и восемь дней еще слонялся среди гороха и свеклы вот это ответ спасибо а да спасибо еще вопросы да открыт но надо за мою под группа она не совсем открытая то есть вы получите запросы или я или антон или макс улыбок мы кто-нибудь в основном так только народ кидает какие-то фотографии да и она нужна ровно для того что ты вот у тебя все колоды есть уже все ты знаешь все у тебя кончилось а хочется дайте мне знак на день а в окно смотришь нет там ничего пусто заходишь facebook а там кто-нибудь кину картинку там все будет хорошо ура но все поржали ну ну вот так иногда мы там сообщаем оба например вот об этом мероприятии там сообщали тоже а в контакте нет пока нет нет ну так вообще ну собственно весь мир и групп нашим ногам с вами мне очень хочется вас призвать к тому что все можно сделать легко и радостно понимаете даже очень серьезную работу с травмой с детьми тоже это вся штука сын у меня младший ресурсную колоду заимел свою собственную с ней везде ездит у него на всяких там ну в лагерях там в пионерских или там в школе на всяких ярмарках у него этот пункт там 10 рублей берет это да да ну чей сын кто камыч круто камыч привет люблю тебя ну неправда неправда но он да но в том смысле что это это мне хочется почему сказал что если у вас будет больше вопросов чем ответов я буду счастлива мне хочется заразить вас этим вирусом чтобы вы начали действительно вот в этой играть ну все что вы делаете серьезно наверняка можно сделать как-то еще иногда серьезность это крутой ресурс но иногда он сильно ограничивает вот например ну ну да у меня удивительный вызов был когда я работала в центробанке у меня был тренинг центробанке для кадрового резерва руководителей подразделений и там средний возраст участников вот 50 лет это кадровый резерв чтобы понимать да и сама молодому участников 38 мне было 34 на тот момент не конечно девочка что но опять же вот такие всякие штуки но именно конкретно знаков вселенных еще не было но но какие то вот такие тоже игровые они очень быстро мне все говоришь это группа с которой невозможно работать что они сидят вот так вот все что они все друг другу конкуренты что они тут вообще типа все закрыты вообще-то центробанкой накладывать свою структуру что там секретность что там все ну что мне в общем пытались в такую вселенную вовлечь который мне очень сильно не нравилось ну как только людям красивые бумажки попадают в руки видели бы свои лица когда я вам вот с этой колодой подходила а что можно взять да да себе посмотрите друг на друга взрослые люди магия магия прессе магия цветного картона это так что вот сделать это тоже пожалуйста ну в той или иной форме ну и и при том что я вот вроде как и ржу но это очень может быть серьезным действительно способом докопаться до какой-то вот право полушарной истории слов нет для которой иногда просто нет не тоже человек там тупое просто ну нету в его лексику нет и в русском языке вообще нет девочка одна нарисовала колоду свою собственно но на маленькая была девочка там были на отдыхе но в смысле такой у нас был выездной лагерь он там была с мамой и она видела что мы что-то делаем красками камушки разрисовывали она нарисовала себе вот такую и там чего-то она им помочь и не особо сильно разговаривала но уже у нее был инструмент вы объяснение того что там с ней происходит это 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 способ я думаю что я вряд ли что-то новое открыла для тех или кого-то 9 встреча метафорическую карту но ну хочется верить что возможно да еще есть какие-то вопросы у вас нет нет я супер стишки пирожки говорят интернет творчество их очень много в интернете я не обладаю таким вот даром нет я пишу стихи и песни да но это я коллекционер и они у меня все к месту их очень много можете ну просто зайти на открытые ресурсы а песни есть я сейчас одну стою сюда какое как я в себе подержится меня очень трудно заткнуть из этого стане обратно во что-то серьезное понимаешь вот меня самый чтобы играть ну это так кайфово я не знаю я в последнее время почти отказалась от работы с корпорациями туда где надевать костюм и серьезное лицо через запятую с утра потому что я не могу да долго в нем сижу в в костюме и в серьезном лице я через какое-то время понимаешь это меня начинает засасывать унылое говно я я не могу реально ну и не очень важно чтобы отклик был то есть я и среду вокруг себя такую нахожу и создаю там люди подтягиваются правильные камни ну я внутри за этим слежу и это экология моего пространства да у меня дом безумный совершенно там куча вообще бардак куча всяких оранжевых предметов например один молодой человек который со мной жил несколько месяцев он не удержался ну по тем или иным причинам одна из мотивировок было невозможно тебя слишком много оранжевого дома слишком много надо это все это по приглушить это невозможно это слишком ярко ну вот ну понятно что из разных мы видов видимо поэтому я не знаю как ответить на этот вопрос кроме как от процитировать любимому маэстро вадима земчуг который книги там про игру пишет его час 4 апреля будет презентации новой книги которую он писал этом мои вставки есть тоже такая большая совместная ко всей команды он говорил что об игре не надо говорить в игру надо играть это вот ровно то что тебе ответила карта хватит переход от слов к делу когда ты начинаешь играть это попутно вырабатывается такое количество там эндорфинов и ничего еще не знаю что как-то это энергетически выгодно становится короче когда я работал с колл-центрами здесь есть представители счет тех времен когда я давным-давно работал прям серьезными колл-центрами там в том числе одна из фишек а была ровно в том что есть очень много рутинной работы которая ну вот так сидит но рутинные и делаешь опять же ты сам она потому что перестаешь ей заниматься в реальности ну уже вместо нее подставляешь мысль на самом деле у каждого клиента там свой голос свой психотип как только мы добавили один элемент но определи там психотип этого клиента и там у них были эти соревнования кого сегодня больше и ставки ребята делали кого сегодня больше позвонить все азартные процессы чем отвечать на стандартные звонки нету потому что на кону там копеечка стоит какая-то выше кто-то угощает кого-то там мороз ну вот это же про геймификацию наверное говорю в большей степени чем про метафористические карты но мне кажется что вот в этом тоже какая-то база стоит что игра она сама в себе несет такое количество ресурсов что и не надо специально запускать и очень трудно остановить потом нам заткнуть это трудно в смысле какие-то рамочки встать да да давайте да я старалась много лет ну я позволю себе сесть на на стол у меня стула нету просто я хочется как-то снизить этот поближе быть смотрите опять несколько рассловений на несколько вопросов с одной стороны я я правда профессионал ну то есть я больше 20 лет занимаюсь профессия это что выглядит а ну хорошо может быть вам виднее но но я имею виду что то что иногда выглядит как легкость то это в том числе ну как в любом там сырки или этом в спорте или в искусстве это очень сильно ну отработанная штука ну то есть но для этого надо просто тренироваться то есть вот репет 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 как вот да и и делаешь это работ и не хочешь играть ну ты видишь как это может быть естественно сделай это естественно я для этого здесь смотри на меня не смотри на них там есть а в хулиганской карте хулиганской колоде есть такая карта не люби ее люби меня я заебись ну простите вот это это же тоже вопрос фокуса внимания понимаешь с чем ну это же всегда так не хочу найди как ты хочешь почему я говорю если вам карта не нравится возьмите другую до тех пор пока не понравится найди модель и исследуй моя модель не в том чтобы все такими были у меня бабушка одесситка я выросла в этой атмосфере там фразы испугали девку хером я ее повторяла в пять лет не понимая о чем она на самом деле но мне очень интенсивно было понятно ну то есть я произносила это смысл мне сильно позже намного уже понятен стал там лет через 20 наверное вот ну это моя органика да но я так устроен но но можно же играть очень тонко можно играть лирически но важно что что я имею ввиду под понятием игра не моя актерская игра а вот эти вот магия цветного картона отделение себя от проблемы от задач от чего-то как только ты ее переносишь куда-то да ну на этом например например там всякие расстановочные построены методы в том числе на этом элементе когда я выношу это из себя наружу арт-терапия рисую это да здесь я раскладываю в этот момент с этим объектом можно что-то сделать это уже не я но просто я люблю ржать я училась у фрэнка фарреля там мне веселее через анекдоты но кто-то это делает очень нежно лиричный воздушный прямой любимый там друг и коллега игумен евмени ведет сказка терапию у него это всегда такое прямо облако штанах это такое вот да ну как у маяковского ну это 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 от вашей органики зависит ну и так бывает тоже ну то есть он но я имею ввиду что это я имею ввиду что это зависит от того ну опять же как какой человек на мой взгляд тут главное здесь быть живым самому то есть если я играю с этим я играю с миром я ничего не доказываю ничего не продаю я живу мне вот в этом хорошо если вам нравится пойдем со мной как говорит вот спасибо так ну да если как давно на сделать сколько будет держаться пожизненно конечно статуировка нет это это мастера так говорят не бывает татуировок на полгода запомните девочки вот они вам так и продают да нет татуировка она никуда не деться хна ну то есть рисунок да он вообще то видите какой глубины вопросы можно начать решать я думаю что из тут психоанализа еще не знал подобных дискуссий конечно и не обязательно да можно играть всерьез можно где проводить так совещание например у нас опять же есть там учать который взял колоду и говоришь мне надоели в эти вот совещания в этом всеми срач между собой там вы тупите все сидите профанации занимаетесь присутствуйте делаете вид что внести не надо будет все в живую чтобы вы не могли подготовиться поэтому приносит колоду базовую и матерную с вопросами еще и так начальник транспортного цеха синие карту рассказываю что у вас происходит поэтому и они сначала так как-то офигели а сейчас так уже привыкли у них там прямо какая движуха да то есть пожалуйста опять же не обязательно с картами с этими заголовки газет электрички надписи на стенах песни на милицейской волне это обязательно на милицейского нет я просто доставила но в том смысле что вы пожалуйста только на русском радио не гадайте там песни про несчастную любовь все это слишком узкая выборка она тасована ну то есть не надо нам таких ответов вот но книжки на самом деле гадание на книгах открываешь на любом месте тут главная фишка ровно войти вот в это состояние когда ты открыт почему про знак вселенной дашь вселенной дай мне знак я готов его против если вы не понимаю игру хорошо не очень понятно можно еще а подробнее а расшифру то есть я не горсу уйдите от меня на эту тему вот есть такая наверно притча еще есть один вопрос да я на ваш вопрос отвечу и и притчу расскажу и песню спою и меня вы уже наверное выгоняют уже я никогда не умещаюсь во времени я как это как карус на говорят такая толстая тетка хочет залезть в эту маленькую коробочку не получается а вот это все было а в чем из этого вы специалист ну то есть не надо понять чтобы а вы любви практик отлично значит так делается коллапси и корей помощью метафорических карт вот есть у вас какая-то там не знаю какой-то запах или какой-то продукт и какое-то выражение лица который вызывает вас хоть поганое настроение смотрите только человек только человек делает вы кучу токон это же ну просто программа внутренне на что похоже его выражение похоже отлично а если что-то прямо противоположное тому раздражению который ты испытываешь есть что сон или ржать ржать отлично на что это похоже на это похоже отлично и так как только ты видишь вот это выражение лица сразу раз и ржать а потом как только раз и выражение лица а извините раз и вот и все ну что минуту занимает обычно понимаете в наупе это это отдельный еще тема мы можем с вами год разговаривать я очень немного есть я умный человек образованные опыты ищем поделиться в наупе проблема с точки зрения терапии другая там техники очень крутые они очень быстро работают реально и я это на телефоне доверия мы работали в службе спасения мы ими работали и в посттравматических всяких историях но очень долго надо голове объяснять что что-то произошло я по калибровке понимаешь очки уже перестал бояться но объяснить ему что это действительно так вот в этом терапия будет совершенно отдельно и долгое причем то есть если опять же технически мне надо чтобы меня летчик вышел и перестал бояться после какой-нибудь там аварии я не обязана ему объяснять что он уже не боится просто забудет об этом будет всем рассказывать что он боится но будет делать свою работу хорошо это одна история это опять про жесткое управление людьми прожа ну то есть мысли я их не спрашиваю я такие задачи решала передо мной их ставили у меня не у меня было очень мало времени у меня не было задачи проводить с летчиком психоанализ там или там уж бы он был осознанным я задача большего мог самолет вести его трясет а у нас садится штурвал вот и все а чё он там в своей голове потом по этому поводу поймет уже его вопрос захочет за придет кому-то из вас заплатит вам и пусть разбирается чтобы полетел прям сразу это вот раз два три вот в этом вопрос то есть там на курсе новых практик очень много объяснения и там все понятно но я столкнулась с тем что когда я вышла с тем инструментарием мир тренингами бизнес с инструментами в консультировании этого недостаточно опять же понимаешь вот и вот это опять же та самая прослойка между конечно это 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 красный повод вот войти в контакт и самому понять вторая проблема и на пи опять же потому что там человек должен сказать в чём его проблема чего он хочет как правило это очень разные ну то есть мы это опытные психологи сразу понимаем чего на самом деле ему нужно но пока иногда требуется года пока он дойдет до того запроса который нам хочется решать вот такая настолько мрачная профессиональная шутка что даже никто не засмеялся в общем ладно будем считать что ее не было все ответила спасибо вот ну тогда собственно чего песни от меня и чудо я плечу и песни притча она для меня вот точно про знаки вселенной вот правда и очень показательно было с кубиком наша история туда же это ровно к тому опять же плену пивы но ты есть базовая пресупозиция что у человека есть ответы на все его вопросы внутри но вот этого слова не хватает можно и он даже не голубь но не поворачиваешь чтобы там его вот найти он ищет ключи под фонарем они там где он их потерял потому что светлее странная логика но так бывает вот поэтому притча такая надо не к вам прийти оттышать далеко да да ну конечно конечно жил да был король и было у него красавица дочь любимая очень и созрела девушка как пара земфира и пора было и уже выдавать замуж но король был нетрадиционный с точки зрения того правления король он подошел к своей дочери скажу доченька я тебя очень люблю если ты хочешь за кого-нибудь замуж ты мне скажи так а вот и любишь этого дам замуж по любви без вопросов но дочка была очень хорошо воспитанный принцесса что так нельзя мы же королевским коверям есть ритуалы есть правила мы не должны нарушать должен быть рыцарский турнирского ты хочешь турнир как будет турнир так как собрал турнир значит съехались там принципе которые все соответствуют правилам турнира и король естественно 5 . подворят смотри вот если тебе кто уже нравится и у них 24 принца приходите кто-то ты мне скажи мы сейчас все так абстрактным папа ты что все понял понял начинается турнир они там бьются король там с ухмылкой наблюдает за принцессы которые там смотрят и вот осталось там последние два претендента марк остался антоний и король . смотри марка антоний может ты уже понимаешь кто из них папа как ты свечешь все 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 понял последний значит раунд они должны поскакать нужно не за чего швы не друг друга убили скачет высоко в горе кто сорвет цветок и дельвейса там первый принесет тот и вот ну соответственно не какая черти куда значит по смотровой башни кругами ходит принцесса папа и визит там это ли как он называется пример гнистр а поеначальник смотрит поджорную трубу стоит башни смотрят туда это что ну что там появился что-нибудь появился нет вашего сочи никого нет пока ну что вы что в том что ли команде видно может кто-то появился нет вашу существа пока никого не а сейчас может быть то его туда вы знаете кто-то появится кто кто вы знаете не видно пока клубы только уснул пыль и и видно что садник скачет ну кто ж это кто кто вы знаете судя по цвету плаща скорее всего марк «А Антоний, ты где?» – закричала принцесса. И в этот момент папа-король, получивший правильную информацию, всё обустроил правильно. Благо, у него было много помощников. И это ровно так работают знаки Вселенной, ровно так работают метафорические карты. Их основная история – это посмотреть куда-то ещё за пределы выбранного фокуса внимания, там не красный цвет всё время думать, который мы искали, а значит, их ещё много других. И получить разрешение, что можно. Знак «Свыше», слово «Свыше» даёт некую ему мистическую силу разрешения. Что раз «Свыше», значит, можно. То есть так бы я, говорил тоже один участник тренинга, так бы я никогда в жизни не принял решение переехать из Иркутска в Москву учиться. Но раз мне пришёл знак, то мне точно можно. Я говорю, какой тебе пришёл знак? Мне уже стало интересно. Мы познакомились в аэропорту. Мы тоже что-то заговорили. Кстати, тоже интересно по теме мистики. Очень часто люди начинают со мной разговаривать на тему исполнения желаний и знаков Вселенной сами. Это не смысл, они меня узнают, а просто мы начинаем разговаривать, и как-то к этому разговору сводится, почему-то. Я говорю, а какой знак-то был? Какой же тебе надо ехать в Москву? Он говорит, о, такой глубокий знак. Я говорю, ну какой? Я мылся, и до меня, говорит, сверху упала бабушкина мыло «Красная Москва». И я пришёл, торжественно показал всем и сказал, всё, Вселенная хочет, чтобы я ехала в Москву, всем заткнулся. Да? Да, и не поспоришь. Ну, то есть это я к тому... Ну, знаешь, было разрешение нужно, и хоть какой-то, опять же, внешний кто-то старший, на кого можно сослаться. Потому что если я маленький ребёнок, и вы меня не слушаете, ну, хорошо, у меня есть Бог, который старше вас, и он хочет, чтобы я ехала в Москву, вот мыло. Ну, поэтому вот такая штука. Вот. Ну что, и песня, да? Я специально не брала гитару, потому что у меня осипший голос. Я знаю, что если мне взять гитару, я буду орать надолго, опять же. Поэтому спою одну, потому что Ира очень хотела. Вот. Пою одну, без аккомпанемента, но это, в общем, не так, мне кажется, важно. Песни я пишу давно, и стихи, и это, в общем, не является частью моей работы. Это просто, ну, они просто пишутся. Да. И публика их называет терапевтические концерты. Они у меня случаются. Вот будет скоро один. Редко бывает в Москве. Ну, вот мне будет 45 лет через некоторое количество времени, типа через две недели. И я буду делать себе в день рождения концерта 11 апреля. Вот где еще, не знаю. Сейчас мне было не до этого. Сейчас площадку найдем. Но будет обязательно. Вот. И почему терапевтически, не знаю. Ну, то есть народ так их назвал, что что-то такое в этих песнях, видимо, есть. А может быть, потому что я их всегда пишу себе изначально. Ну, или кому-то, они какие-то адресные. То есть они никогда не пишутся. И когда я народу спою о том, чего народ не знает. Это тоже часть ответа на вопрос. Но это искренняя игра. И когда играю с человеком, мне правда интересно, почему он выбрал эту карту. Я не разговариваю, не дай бог, да простит меня Мерлин Аткинсон, не дай бог не разговариваю голосом коуча, голосом волшебника. Почему вы выбрали эту карту? Бо, ёпки, просто. Ну, реально, у меня был шок. Со мной так человек заговорил, со мной. Я пришла на консультацию, человек так заговорил, со мной. Я спросила, что со мной не так. Я, ну, в смысле, что я? Я дауном стал. Что, почему ты со мной разговариваешь, как с трехлетним ребенком, и то, как в анекдоте. Говорит, мама, у нас бабушка сошла с ума, она своих не узнает. Почему ты так решил? Я когда к ней прихожу, она говорит, это кто это к нам пришел? Какая херня. Короче, извините, ну, правда, ну, это максимально противоположно просто тому, о чем я вообще вещаю. То есть игра это не это. Вот. И так же и с песнями тоже. У меня нету специальных песен, которые, ну, очень мало их есть, которые там куда-то. В основном, это вопрос, ну, если решение каких-то моих тоже кризисов личных. И, наверное, коль скоро у нас все-таки мы находимся в институте психоанализа, и это такое, в общем, профессиональное сообщество. Я вам, кстати, очень за это благодарна, потому что это очень большая редкость для меня бывать в профессиональном сообществе. Обычно я, ну, как говорится, с обычными людьми работаю, в смысле, там очень разные люди в аудитории. Поэтому вопросы там обучения психологии, вопросы консультирования, там мы их почти не затрагиваемы. Для меня это радость поговорить на эти темы с вами. Вот. И у меня есть такая песня, которая называется «Годичный курс психотерапии» в одной песне. Такой, формат такой, сироп или экстракт такой вот. Она такая поется на мотив вальса, и я знаю, что коллеги наши с вами, они иногда даже ее своим клиентам прям прописывают, как по рецепту прописывают, и люди ее слушают, и что-то с ними происходит. Даже когда они не ходят к психологу просто. Она называется «Любовь к себе». Чувства мои, это не важно, мысли мои вообще не ценна. Работа моя такая продажная, выгляжу я откровенно скверно. Детям я время не уделяю, плита на кухне залита супом. Чужое мнение не уважаю, Веду себя в обществе очень глупо. Смотрю на себя чужими глазами, смотрю недовольными злыми глазами, и плачу я горько, и ускользаю из-под оценочных глаз. В этих глазах во мне много жира, в этих глазах я такая транжира, и безбилетный здесь пассажир я, и попадусь на раз. Все, что я делаю, интересно, и зарабатываю неплохо. Правда, как женщина, пустое место, и в бизнесе тоже, ну, прямо лох-лохом. В файлах пора навести порядок. Детям забыла купить кроссовки, общаться со мной, конечно, в радость. Но только когда я иду на уловки, Смотрю на себя чужими глазами, смотрю поучающими глазами, Примите решение сами, Какой мне сегодня стать. В этих глазах направляющий компас, В этих глазах затыкающий тампокс, В этих глазах сценарий для всех нас. Жить можно, нельзя летать. Со мной интересно и очень просто, Со мной глубоко и всегда душевно, Есть много пространства для игр и роста, А мое творчество просто бесценно. Ножки мои идеальной формы, Волосы цвета южного лета, Энергия хлещет, и пофиг нормы, Я самая лучшая мама на свете. Смотрю на себя твоими глазами, Смотрю обожающими глазами, Кончается день слезами От переполнения чувств. В этих глазах я такая, как надо, В этих глазах я чья-то награда, В этих глазах каждый миг это радость, И пусть так живется, пусть. В сто тысяч миллионов есть глаз на свете, Смотреть, как создатель или как дети, Смотреть, как придирчивый тренер сборной, Смотреть, как продюсер немецкого порно, Смотреть, как еврейская добрая мама, Смотреть, как суровая злая мать. У каждого есть любая программа, Как себя воспринимать. Смотри на себя моими глазами, Смотри на себя твоими глазами, Смотри на себя твоими глазами, И убедишься сам. В этих глазах мы себя одобряем, В этих глазах мы как боги летаем, В этих глазах мы с тобой доверяем Случайностям и чудесам. Опция эта проста и понятно, доступна, И совершенно бесплатно, И по эффектам невероятно день начинать, любя. Просто скажи себе доброе утро, Просто скажи доброй ночи кому-то, Просто признайся, что это круто, Просто люби себя. Смотри на себя своими глазами, Смотри на себя моими глазами, Смотри на себя любыми глазами, Просто люби себя. Спасибо. На этом мастер-класс наш официальный, можно считать закрытым, мы почти вовремя.